Девушки отдыхают И кухни побольше Настраивайте удобные фильтры и ищите новостройки по вашим настройкам на Авито Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы знали, что на ЦИАН можно проводить сделки онлайн без посещения банка и МФЦ? Все просто. Загрузите необходимые документы А если что забыли, вам поможет персональный помощник, который ведет сделку от начала и до конца Представители удостоверяющего центра приедут к продавцу и покупателю и активируют защищенные электронные подписи Стороны подписывают документы по сделке в приложении И отправляют их напрямую в Росреестр Так электронная регистрация проходит значительно быстрее Переводим средства от покупателя-продавцу и сделка завершена Проводите сделки полностью онлайн и получайте бонусные баллы на аукцион ЦИАН. Вместе эффективнее КОНЕЦ КОНЕЦ Коллеги, всем доброго дня У меня зовут Оленьков Василий Я сегодня модератор этой секции вместе с Глебовой Натальей Поэтому я думаю, что информация, которую мы сегодня будем доносить Она предельно нужна в сегодняшнем мире Немножко информации Давайте я расскажу Генеральным партнером компания Домклик Является Главный партнер корпорации Адвекс Генеральный информационный партнер ЦИАН Генеральный банк-спонсор ВТБ Ведущий партнер Авито недвижимости Яндекс недвижимости Спасибо всем этим людям и организациям за то, что мы с вами сегодня здесь собрались Давайте мы начнем Нашу секцию с того, что мы все-таки пригласим еще вас на Московский международный жилищный конгресс Который состоится 17-21 октября этого года Поэтому думаю, что давайте будем встречаться теперь в Москве Да, у нас первый докладчик Первый докладчик у нас Ильдар Хусаинов Генеральный директор компании Этажи С темой HR как точка роста риелторского бизнеса в кризисе Ильдар, пожалуйста Слайд 1 я решил чуть по-другому рассказать Так, продолжительность сколько? Сразу понимать 15 минут Вы, Ильдар Брадисович, без плана к нам в форме секции То 10 минут 15 15, хорошо Все, ну давайте тут только поприветствовать, да и все время Несколько моментов Ну, HR понимаем важный процесс, да Я думаю, что если бы у нас HR не был хорошо Процессы подставлены Ну, поверьте, никогда бы мы таких размеров не достигла компания Вот, которая представляет И поэтому хотел несколько остановиться Я уверен, что когда наступают кризисы Все мы всегда думаем, куда направить ресурсы Где наоборот их уменьшить Как это все между собой синхронизировать И у нас рецепт 1 всегда Мы считаем, что HR это самые лучшие методы инвестиции Понятно, что мы все понимаем Есть там 5 стандартных HR процессов Самых важных Это найм, оценка, адаптация, развитие и мотивация Вот, и вокруг этого так или иначе все пляшется Если так внимательно проанализировать риелторский бизнес как таковой То, наверное, вот так вот по-серьезному Мы когда HR подразумеваем найм, если честно То есть говорим HR, подразумеваем где-то найм риелтора Ну, давайте с него тогда быстро и начнем То есть там какая точка Значит, самая главная точка роста Сейчас, ну слушайте, реально уникальная возможность Мы это фиксируем Хорошие, сильные кандидаты Мы проводили такой корреляционный регрессионный анализ Лучше всего к нам риелторы заходили Вы не поверите, но в первые полгода кризиса Это касается и 2009 года, и 2015 То есть вот представляете На всей цепочке 15-летнего анализа Самые производительные риелторы в будущем заходят в кризис Это вот, наверное, самое важное, что вы должны в сегодняшней секции По крайней мере моего выступления запомнить, на мой взгляд А поэтому, исходя из этого, достаточно рентабельно Компании будет, наоборот, инвестировать найм А что такое инвестировать найм? Там два основных пути, если мы понимаем Это увеличение количества рекрутеров Или увеличение их производительности Поэтому увеличение количества рекрутеров от кого зависит? Но только от нас все согласны То есть берешь там Причем всегда разная вот эта дилемма ведется Экстенсивные, интенсивные факторы Как они там между собой взаимосвязаны Здесь вот такая типичная дилемма То есть экстенсивный фактор количества рекрутеров Интенсивный их производительность Вот я сейчас вам немножко хотел рассказать на конкретном примере Вот, допустим, какой-нибудь город Н в нашей сети Абстрактный У нас средняя, я не знаю у кого как У нас средняя производительность рекрутера Семь в компании У кого больше, поднимите руку В месяц набор риэлторов, да Семь набор А, все Вот, сколько у вас средний показатель? У нас от 30 до 32 На одного? Да Так, у вас должно быть уже 10 тысяч риэлторов только в Краснодаре тогда Ну, один ручка Нет, ну, значит, такое качество набора, соответственно Ну, ладно, не будем это так про это Хорошо, а? У нас понятия Все, дед, я просто спросил Вот У нас целью с вами энергетическая борьба Энергетическая борьба Ну, у вас со мной точно Вот, значит Ладно, не буду шутить Я вроде серьезный человек должен быть Вот, значит, смотрите Поэтому получается, что Дальше переходим Экстенсивные и интенсивные факторы Я думаю, что здесь Вот в риэлторском бизнесе Я все-таки за то, что вот эту грань руководитель должен всегда чувствовать, если честно И на сегодня все-таки, мне кажется, надо не бояться экстенсивных факторов Интенсивные сейчас очень дорогие Сейчас все понимаем Поднять производительность риэлторов сложно в моменте Я думаю, все уверены это чувствуют Вот так же с рекрутерами Поэтому критично понять вот этот путь Дальше, почему мы всегда сторонники там запаса, грубо говоря В плане рекрутеров Во-первых, конкуренция повышается, согласны? Очень серьезно Больше рекрутеров между собой Идет конкуренция Третье, там больничные, декреты И там просто уволился Тоже компания не волнует Вот, поэтому у нас всегда есть такое незыблемое правило Мы где-то плюс 15-20% держим там стандартным процессом Плюс там должны прорастать звезды Отдельно, если об этом вопросе говорить У нас в компании реализована долгосрочная стратегия Удержания рекрутеров То есть у нас рекрутеры получают очень большие бонусы Если риэлторов, которых они набирали Они попадают звезды То есть у нас можно там разово получить до 150 тысяч рублей рекрутеру Если твой риэлтор там Выполнил какой-то план, задачу Там через год, по-моему, вошел в топ-10 Ну или рекрутер получает очень большие деньги Вот, плюс там различные счеты другого уровня Следующий момент У нас все-таки найм осуществляет не только рекрутеры У нас очень сильная мотивационная программа Внутри существует сотрудникам за найм То есть я считаю, что найм Если так вот интересно, у нас доля реферального трафика В этажах примерно 35% То есть 35% это набирают сами сотрудники Вот, потому что мы считаем, что у нас там себестоимость Сейчас одного человека найма Правильно говорить, себестоимость найма одного человека Составляет где-то по сети В среднем это 21 тысяча рублей примерно И эта цифра, если откровенно, постоянно растет Вот, и не знаю, как, ну, со своими цифрами сравниваете И это такая, ну, тоже одна из точки боли Знаете, я тоже думал Либо, допустим, говорить, что Снижать себестоимость, слушайте, сразу же количество уменьшается То есть где-то вот эти балансы надо держать Далее, роя найма очень высокая Я вот не представляю, в 2020-2021 году Что надо было делать, чтобы найм, ну, грубо говоря Не получался в компании Либо был там убыточен Потому что, по нашим данным За три, буквально за год Окупается практически вот, ну Любой сотрудник, которого привлекали в риэлторы Сейчас ситуация будет меняться Сейчас мы жили в условиях, когда нужен был просто результат А не было вопросом, какой ценой мы его достигали Сейчас все меняется Так, у меня остается уже мало времени, я так понимаю В общем, дальше Здесь, поэтому всем советую В это дело вкладываться в найм Норма там где-то, если говорить о норме То, если вы хотите серьезного роста Исходите из расчета, что нормальный такой процесс Ну, вот мы, я вам расскажу При всей нашей автоматизации У нас там, ну, реально все автоматизировано Там в воронке, все эти там, ватсапы Все отправляем в CRM-системы По найму стоят, там роботы звонят Там прозвоны, все это есть Мы, ну, на шесть выходим, ну, качественных Адаптация у нас на третий месяц Мы в среднем по компании этажи Средняя адаптация всего лишь половина То есть у нас на третий месяц Половина уже уходит риэлторов Которые приходили на шестой месяц Остается где-то 28% Вот, это, ну, не знаю у кого какие цифры Да, у нас такие А? К концу года Лучше мы и не знать нам Мы и не смотрим Нервы надо беречь в наше время Вот Нет, если, конечно, знаете цифры Просто я, честно, их не запомнил Я их смотрю, да Ну, вы представляете, я, к сожалению, не могу всю информацию запоминать Которую там касаюсь Вот, поэтому не знаю Поэтому сейчас скажу не знаю Вот, но это рентабельно, все смотрим И исходя из этих моделей Знаете, только начинаем чуть-чуть Вот, как Наталья сказала Один рекрутер 30, если набирает Ну, слушайте, там, не знаю, не знаю Надо там проверять Мы, знаете, вот вам расскажу Как быстро проверить качество найма У нас у рекрутеров цели и задачи И вот мы заметили Адаптация риэлторов Которых набирает в последние 4 дня месяца Вообще никакая Думаете, почему? Для плана набирает, все И вот корреляционный анализ Вот этого процесса по дням Вы сразу же можете быстро выявить Есть у вас в рот компания или нет Мы это вот так за секунды выщелкиваем На больших цифрах Да, там методом анализа между собой Методом анализа там процессов На этапы, если что-то биться Вы это очень быстро достигнете Вот, далее Ну, допустим, мы с вами Вот вы найм поставили Там и тут целые процессы Отдельная тема мотивации рекрутера У нас у всех рекрутеров Окладов почти нет Там это, ну, бывает 10 тысяч рублей Да, то есть так числится Все получают за результат Причем сейчас мы даже стали платить Не за результат Не за то, что он просто остался А от степени его результативности То есть если у нас, допустим, на третий месяц Средняя результативность такая То это одни деньги Шестой месяц другие Если там эти, то можно вообще Большие доходы получать Сейчас мы вообще думаем Я считаю, рекрутеров надо беречь Как зеницу оку У нас есть компания Незыблемое правило Рекрутер должен получать Средняя зарплата рекрутера Должна быть больше Средней зарплаты риэлтора Потому что рекрутер Кого он набирает Какой он сам по уровню Того он и наберет Я вот вам могу рассказать По опыту своему Что один из аудитов Вот когда мы аудиты офиса делаем Смотрим качество системы управления Для нас очень важный критерий Кто риэлторы Потому что это, знаете Это что-то вроде людей Которые определяют Вообще Очертания вашего бизнеса То есть они наберут людей Подобных себе Это давно доказано Мы это исследовали На очень больших цифрах Люди набирают Всегда себе подобных рекрутеров Удивительным образом Вот эксперимент проведите Не знаю, допустим Компания 100 человек Ну 100, возможно 50 человек Возьмите себе рекрутера И дайте ему зарплату 1150 Ну не знаю, допустим Ну вместо там Чего-то Потрати на рекрутер Проинвестируйте Вы удивитесь У вас сменится портрет Кандидата очень сильно И вы просто Другими красками Заиграет бизнес Уже через год буквально Мы это много раз делали Всегда все работает Начинаем всегда с этого Следующий момент Отдельно у нас всегда Ну это Сколько минут осталось? Все, да? Вот Вот Есть дальше время? Сколько? Двадцать пять минут Да ну чтобы я не понимать Понимаете? О чем? Надо понимать, о чем рассказывать Сколько времени осталось Вот, дальше переходим Давайте тогда эту тему Так, в общем Примерно я вам рассказал Да, всю сложность процесса Какая там глубина нужна Почему это важно Для любого бизнеса Потому что он начинает расти Следующий момент Это развитие обучения персонала Сегодня была очень крутая Секция домклика Если откровенно Они рассказали По свой учебный портал Вот Я поэтому, наверное В плане HR процесса Все-таки еще хотел Рассказать про адаптацию Значит, как у нас Происходит адаптация У нас обязательно Есть бизнес-тренера У нас Каждый приходящий Формируется в группы Вот мы в месяц Набираем людей Для них существует Специальная программа Прямо вот С восьми утра До восьми вечера Каждая минута Два месяца Определена Вот Что там делают Как делают У нас Мы очень сильно учим И менеджеров Чтобы они, знаете Регулярно прям Потому что Практика показывает Только вот это все убираешь Резко падает адаптация А падает адаптация Все, бизнес не работает Там мат-модель такая К сожалению, жесткая Адаптация 50% Все растет, развивается Адаптация 35% Бизнес убыточный То есть ради эти 15% Надо очень сильно биться Себестоимость их низкая Значит затраты по адаптации Одни из самых рентабельных Я вот начинал с найма Что он рентабельный Адаптация еще в 10 раз Всегда рентабельнее Но это нужно цифровать Делать правильную систему метрик Вот так Подсказку какую могу сделать То есть Однажды анализ сделали Смотрим Вот у одного менеджера Вот У всех нормальное У менеджера там Ну 30-35 Стали с ним работать Выяснили, что не хватает Утинического Вот этой компетенции Мы все понимаем Все управленцы разные У всех есть сильные компетенции Вот как правило Адаптация Это очень западающая компетенция То есть С чем это связано Во-первых Этому плохо учат Все-таки Во-вторых Даже вот сейчас Вот коучеры всякие Они же почему дорогие Потому что Они в дефиците Вот золото почему дороже Серебра в 10 раз Просто Серебра в 10 раз больше Также и здесь Есть существуют Какие-то вот такие явления Которые на мой взгляд Ну компании должны чувствовать И туда ресурсы перенаправлять Но по факту Это не происходит Мы анализируем Очень много конкурентов И видим Что вот такие важные звенья Почему-то ресурсы Не инвестируются Вот Отдельная тема Наверное Которую Вот про адаптацию В двух словах Рассказал И оценка персонала Она всегда везде происходит Мы значит Немножко можно сказать Повернуты на этом То есть у нас Каждый год существует И аттестация менеджеров В обязательном порядке Где они Прям рассказывают Какие книги прочитали Какими навыками Научились Это такое Большое Большое событие Выходит менеджер Комиссия сидит На несколько там Слайдов огромных Что он сделал за этот год Каких результатов достиг В рамках 15 минут Понятное дело Не могу там Всем бизнес-ревью Успеть показать Но Это все правильно Это работает Людям нужна Нужна система Координат выстраивать То есть просто Зарабатывание денег Людям на сегодня Не интересно Нужно постоянно Улучшать их уровень И здесь вот Система HR менеджмента Понимание Допустим Нет результата Почему нет Каких компетенций нет Как их улучшить Эти компетенции С помощью чего Это нужно там Он жопит На рабочем месте Нужно их эффективно развивать Или нужно допустим Просто им книжки дать Почитать Все это у нас есть После каждой аттестации Мы все это дело Производим Это очень важно И наверное Последний блок Который я вот хотел Сегодня обсудить Все таки Мотивационный менеджмент В риелторском бизнесе Вы знаете Сейчас надо всем Пересмотреть цели И так вообще Мотивации надо Каждые полгода Скажем так Корректировать А лучше 3 месяца Но сейчас Резко поменялась цель Сейчас все Что было привязано К результату Резко потеряло актуальность Потому что мы считаем Полгода Все это будет по другому И нужно И у любого бизнеса Появляются новые цели На этот период Но часто Какую ошибку совершают Не переводят их В мотивационный менеджмент И как результат Плохо работает система Вот поэтому Сейчас это тоже Надо учесть Дальше тренд будет Все равно Неизбежный Я считаю Даже админ персонала Нужно уметь работать Без закладов Либо с минимальными Мы давно провели Эту реформу Вся В нашей компании И на сегодня У нас Я вот недавно смотрел Доля фиксированной оплаты По компании Составляет уже Менее 17% Среди административного персонала То есть Все остальное Это привязка К результату Вот Причем потолков нет У нас даже есть HR Рекрутеры Которые Не в городе Миллионники Могут заработать Там 220 тысяч Вот Имеется Такой доход Ну это нормально Потому что Звезд надо беречь Также мы У нас Ипотечные брокеры Работают Что То есть У нас Вся система Я считаю На этом Построена И вот Мне кажется Что за те 15 минут Да я надеюсь Так немножечко Так посвятил Показал Вот этот потенциал Роста Именно в HR Процессах А все Начинается Все Время вышло Большое спасибо Эльдар Можно один вопрос Эльдар Я думаю Это я сегодня Видимо Мастер по вопросам тебе Значит Скажи мне пожалуйста Вот ты сказал У вас Реферальный канал 35% Дает Вы мотивируете Конечно У нас Действует Там система Мотивации Можно получить По моему До 50 тысяч За голову? Ну не за голову Может быть у вас за голову А у нас за эффективно Работающего риэлтора Компания платит Риэлтору Который привлек Другого 50 тысяч 50 тысяч И еще плюс По моему 2% его дохода В течение года Или полутора Я вот плюс-минус Точно не знаю Я вот заранее Извиняюсь Не все цифры точно Помню по сети Ну есть короче Безусловно Слушайте Я считаю Мотивация Двигатель бизнеса Понятно А еще один вопрос Ой блин Пока ты рассказал Я забыла его Расстроились? Нет Вопрос я забыла Вспомните Там критерии есть Это градация То есть по моему Если на среднем Если 3 сделки Делает Со 2 по 6 месяц Средняя производительность 3 сделки Получает 50 тысяч Плюс 2% За 2 года его работы Вот так вот формула выглядит А сейчас у стажеров Сохраняются оклады еще? В некоторых городах Используют такое дело В некоторых нет Это директор на месте Сам решает То есть мы все-таки Пошли тут вариативно Разная конкурентная среда Идет по территориям И все-таки Последнее время Я считаю Что оклады Это премии Неправильно Знаете почему? Потому что Во-первых Сами рекрутеры Расслабляются Кейс расскажу Ладно просто Он правильно Характеризующий Что в одном из городов Знаете Платили стипендию Примерно в месяц 16 тысяч Плюс-минус Значит набирали По-моему Если не ошибаюсь 40 риелторов Это 640 тысяч Получается В месяц платили Примерно Точно вообще-то Вот И Что вы думаете Мы потом Платили-платили 640 тысяч в месяц И платили 3 месяца То есть фактически Нам там Найм обращился 1 920 Правильно? Ну представляете Вот этот объем Туда-сюда Мы берем Проводим эксперимент Посмотрели все эти цифры 1 920 Набор Я говорю Ну в принципе Как-то дороговато Вот И Я говорю А давайте Возьмем рекрутеров Просто больше Бюджет рекрутинга Был 350 тысяч По-моему Насколько мне память Не изменяет Мы говорим Давайте рекрутерам Будем платить миллион Возьмем их сильнее Мощнее Что вы думаете? Производительность Улучшилась Все улучшилось Стали миллионы экономить И риелторы стали Совершенно другого уровня Потому что приходят на оклад Изначально Кто не готов риелторам работать Когда Чем больше оклад делаешь Тем больше собираешь людей Которые изначально Не способны быть риелторами Это мое личное мнение Но Где-то города иногда Побаиваются этих стратегий Это же знаете Такое дело Мы все-таки Загибка системы Вот поэтому Иногда разрешаем Но вот мое личное мнение Такое частное Что это неправильно Лучше другими процессами Уметь работать Так Спасибо большое Я уже задерживаю Другое время Так Давайте я представлю Следующего спикера Олегников Василий Директор группы компании Риолюкс Екатеринбург Коллеги Слышно, да? Коллеги, добрый день Я как раз в продолжении Наверное Предыдущего спикера Расскажу немножко Наверное Каким образом у нас Встраивается работа В компании Немножко о себе 27 лет я работаю В сфере недвижимости Из которых 25 лет в управлении Но это вот Два диплома Которые как раз Позволяют Говорить о том Что я Что сегодня мы делаем Это как раз Работа с изменениями В организациях Вот Ну давайте начнем с того Что Вот вообще Наверное Начну с аллегории Что На море бывают штормы На море бывают бури Да? Но людям Не мешает это Выходить в море И В принципе Там за Наверное Каждые две недели Тонну два корабля Но вопрос в том Что люди научились Правильно Наверное Выходить в море И добывать рыбу И так далее Да? То есть сейчас Наверное Если мы перенесем Это все На наше время То же самое Нам нужно научиться Делать правильные вещи Работая с организациями Ну Наверное Я начну С того Что вот Все-таки Вовлечение сотрудников В план руководителя Важная задача Знаете Я хочу сказать Что Каким образом Первый 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 инструмент Стратегической сессии Она может быть разная Но вопрос в том Что как Себя поведут Сотрудники Именно стратегия Ну Я Пример одного офиса Хочу сказать Знаете В декабре месяце Прописали план На следующий год Вот С директором офиса И потихоньку Потихоньку Начали рассказывать Про это Руководителям То есть Включать их в процесс Прошла Стратегическая сессия Первый вопрос Который поднялся На страх сессии А там вопросы разные Конкурентная среда Тренды и угрозы Бизнес процессы И так далее Первый вопрос Который подняли Агенты Они сказали Нам нужна рекрутинг И адаптация Вот понимаете То есть Это настолько круто Почему Потому что Они сказали Нам не нужна То есть Не корпоративная культура Она была на пятом Или на шестом И восьмом месте А как раз Вот такие Рост Потому что Они видят в этом Деньги И видят в том Что Изменения в компании Поэтому Сегодняшний Ну мой доклад В том числе Будет по Вовлечению сотрудников В процесс И в планы руководителя Но давайте посмотрим Наверное Все таки Вот Каким образом Мы Прописываем Вопросы Это клиенты И потребности Изменились У клиентов Сейчас Требования И потребности Конечно да И наверное Знаете Хочу сказать Вот наверное Опять аллегории Сейчас нужно смотреть Ни вперед Ни направо Ни налево Нужно смотреть на дорогу То есть План Мы выстраиваем На неделю Мы не понимаем Как поведет себя рынок И важный вопрос Наверное Смотреть и слушать Как ведут себя клиенты Мы собираем Всю обратную связь От агентов Корректируем ее Включаем В учебный центр И уже Проводим Учение Таким образом Чтобы Достигалась Успеха Наверное Работа агентов Ну Следующие Продукты Продукты Цена Матрица И все остальное Важный вопрос Какие вот эти узкие ниши Которые сейчас мы можем взять Я там дальше вам покажу Например Там антикризисные пакеты У меня будут Я расскажу там Что мы делаем Ну условно Там расклейка меняется Каждую Каждую неделю Формат расклейки Потому что количество звонков Поступает От 10 до 25 штук Раньше поступало Например 3 В первые дни кризиса Конкурентное преимущество Уникальность Взгляд глазами клиентов Ну Даже Вот знаете Я хочу сказать Что Сейчас Более Чаще Мы стали собирать Агентов Руководителей И мы смотрим Как рынок меняется А что Нужно нашим клиентам А какие наши Конкурентные преимущества И мы сейчас рассматриваем Не только агентство недвижимости В том числе И наверное Сопутствующие организации Потому что мы смотрим Каким образом Сделать уникальный сервис Ну Простой пример Да Чертим На две части Флипчарт Плюсы и минусы Глазами клиентов Как офис Какая услуга Цена И так далее Прям прописываем Из них Берем например Там Обводим первые 5 пунктов Красным кружочком Что возьмем в работу Собираем фокус групп И начинаем с этим работать Знаете Круто когда Сотрудники Готовы меняться Это наверное Самое Вот знаете С утра до вечера На работе А когда уже Организация Саморазвивающаяся Вот наверное Я сейчас К этому говорю Что мы К этому Кроссо идем Каналы Прилечения Удержания И развития клиентов Знаете По каналу Прилечения Конечно Мы смотрим Все таки Мы смотрим Какие из них Более Если мы говорим Сейчас про статистики Мы смотрим Контрагентов Мы смотрим Откуда пришли Клиенты За последнюю неделю И мы корректируем Эти действия Донося Ну то есть Есть датчборды Которые мы выставляем Агентам В корпоративной сети И они смотрят Каким образом Откуда пришли клиенты За последнюю неделю Возражений нету От агентов Нет возражений То есть в принципе Они свои каналы Прилечения Корректируют Согласно этих цифр Удержание Развития клиентов Да Тут все понятно Тренды Угрозы Но смотрите Я вот тоже Много смотрел И анализировал Рынок недвижимости Я считаю Что следующий Тренд Это будет Земельные участки И дома Может быть Я могу ошибаться Но тем не менее Я сейчас смотрю Что есть определенный Спрос на этот тренд Тренд Да Можно пойти туда Узкая ниша Может быть Да То есть смотреть Нужно по регионам Но если мы говорим Там рынок Уфы Ну мне кажется Там вот вокруг Уфы Только поселки Если мы говорим Рынок Екатеринбурга Немножко другая ситуация Ну про угрозы Не буду говорить Наверное Да Все мы знаем Откуда они идут Анализ вашей компетенции Да Мы сейчас говорим Про то Что учебный центр Это для новичков Для категории АБ Для категории ЦД Для учебный центр Для наставников Руководителей И так далее То есть все это Собрано Но мы это сделаем На Тильде В принципе Там ничего сложного В этом нету Поэтому давайте Будем двигаться дальше Ну вот Как раз про то Что я говорил Знаете Из спонтанного бизнеса Когда мы вовлекаем Сотрудников В наши Планы Мы понимаем Что дальше Бизнес идет То есть Из хаоса Мы делаем дисциплину Потом добавляем Еще что-то Потом опять Получается хаос Потом опять делаем Дисциплину Это постоянный Рост компании Четкая система Четкая система Мы говорим про то Что да Конечно Описываются Бизнес-процессы И наверное Вот знаете Где-то наверное В марте Упрощая компания Разъехалась По всем офисам И мы описывали Модель работы Агентов Руководителей Директоров Именно успешные Модели Или потом Рассказывали Каким образом Работаются То есть Ну вот Насколько это Эффективно было Когда Вот Другими глазами Посмотреть На этот бизнес-процесс Все же кругом знают Че же там Сложного Работает Да У нас же Знаете У них есть поговорка Наш бизнес Настолько прост Если его не усложнять Я работал В 94 году Все то же самое В 2000-х И сейчас Одинаково Все Но вопрос в том Что есть и выгорание И ямы И все остальное И живой Саморазвивающий организм Это как раз про то Что когда компания Ну ты уже наблюдаешь За ней Как она растет И развивается Когда все службы Работают И все понимают Куда мы идем И на что Нацелен наши результаты Ну давайте посмотрим Культуру компании И участников Да конечно Знаете Я хочу сказать Что важен Дух компании Но это наверное Лидерские качества Всех наших Наверное Руководителей И сотрудников В том числе Корпоративный чат Новости Аналитика И все Как раз Говорится об этом Следующая атмосфера Которая царит Во всем офисе Это на самом деле Очень важно Несмотря Ну вот знаете Я хочу сказать Хороший пример Условно там Третий день кризиса Я собираю директоров Говорю Ребят Как вы Что делать будем Они говорят Слушайте Все нормально Ну еще очередной кризис Ну то есть Это моя Это моя точка опоры Как раз в бизнесе Когда мне люди говорят Слушайте Ну очередной кризис Мы с тобой уже Больше 20 лет И для нас Это нормальное явление Ну то есть Мы уже привыкли Ну да конечно Там есть какие-то Страхи и опасения Но тем не менее Да Но посмотрите Насколько это важно Скажем и для всех остальных Это же устойчивость И для агентов В том числе Традиции Ритуалы Ритуалы Привычки Написание Неписанные принципы Знаете Вот Корпоративные завтраки И все остальное То что мы делаем Это как раз таки Ну я хочу сказать Что большинство времени Мы проводим на работе И как Как выстроена эта работа Какой компьютер Давайте один пример расскажу В одном офисе Скажем Техника Мебель Ну она такая Вот средненькая Мы решили Ребят Давайте таким образом Давайте мы заработаем И поменяем всю мебель Буквально за 3 месяца Мы поменяли всю мебель Просто компания Работала То есть вот плюс Тот который мы зарабатывали Мы тратили на это Как сотрудники Были выучены По полной программе Потом мы начали покупать Маки Ну то есть вот сначала Ну скажем Админ персоналу И так далее Ну пока не получилось так Что всем купить Потому что цена возросла Но тем не менее Слушайте Ну так прям просто Люди приходят на работу Они довольны Атмосферой Представляете Ну то есть Насколько это круто Шаблоны Модели Их поведения Слушайте Но я хочу сказать Что все таки Руководитель Это модель поведения И какой руководитель Он все таки Несет Несет Все то что Не знаю Там накопил За долгие годы Именно Своих сотрудников Сотрудники Тоже модель поведения Только для Для своих семей Немножко кликер Опаздывает А может куда-то Нет Все Да Знаешь Знаете я хотел Вот У меня есть такая Мысль интересная Хочешь быть счастливым На день На петь Я В предыдущем дне Да Хочешь быть Это статистика Это я не из головы придумал Хочешь быть счастливым Два дня Слушайте Ну Женись Да Хочешь быть счастливым Вообще Всю жизнь Посади дерево И ухаживать за ним Я сейчас говорю Про свою компанию Это мое дерево За которым я ухаживаю И знаете Вот есть такая поговорка Наше тело Наше средообитание Насколько ты к нему Хорошо относишься Настолько долго Оно тебе и прослужит То же самое Про компанию Вот Это отношение К тому Что ты скажем Там я делаю Как раз я этим Хотел поделиться Ну И наверное Вот сервисы для агентов На самом деле Это очень важно Я считаю Это очень важно Потому что Зачем нужно агенту Агентство недвижимости Для сервисов конечно Да Согласитесь Какие сервисы мы делаем Ну да Учебные центры И все остальное Как раз это про это Ну наверное Важна команда У каждого Знаете Я всегда провожу параллель С Спортсменами У великого спортсмена Всегда есть Команда Это тренер Массажист Старший тренер Там и так далее И так далее И так далее У каждого агента Должна быть команда Это ипотечный брокер Это HR Это директор Труководитель отдела продаж И так далее То есть Если эта команда Сплоченно работает Но тогда все хорошо А это вопрос Вопрос адаптации Как адаптировать агента К этой команде Как выстроить коммуникацию Мы же всегда в рутине Мы же никогда Не всегда успеваем На что-то реагировать А как сделать так Чтобы им было комфортно Да Ну мы сейчас говорим Про бизнес процессы Если они описаны Ну тогда она проще Проще в принципе И живется Ну давайте Про бизнес процессы Немножко Прям быстро пробегусь Описание Отладка основных процессов Подход клиент Компания Ну на самом деле Про то что мы до этого говорили Разработка И применение Показателей Статистики Это на самом деле Очень важный фактор Потому что Слушайте Ну а как можно агента Вывести на следующую ступень Если мы не понимаем Из чего у него бизнес Откуда бизнес приходит Организационная и ролевая Структура бизнеса Ну вот смотрите Описание Улучшение организационной Структуры Создание положений И так далее Это как раз все про это Я думаю что Ну вы наверное Все это знаете У вас все это есть Но просто вопрос в том Что как это работает Вот это самое главное Ну и наверное Управление персоналом Знаете Все таки Грамотный найм Я наверное Хочу сказать Что я соглашусь С Эльдаром Что важен вопрос Хорошего рекрутера Рекрутер нанимает Подобных себе Если он будет слабый Он будет набирать слабых Конверсия может быть разная Но вопрос Слушайте Ну и есть тоже И падение взлета на рынке Мы смотрим Да рефералка Да это круто Хитхантер круто Слушайте Но здесь вопрос Насколько Наверное Адаптировать рекрутера Под среду Как ему помогать Именно в рекрутинге Я сейчас говорю В том числе морально Наверное больше Чем Они у нас делают По 50-60 звонков Ежедневно И в принципе Работают на ура Адаптация Слушайте Ну мы прописали В том году План адаптации На 7 недель Мы понимаем Что здесь у нас Как раз таки Был большой пробел И люди уходили Скажем Заходили в учебный центр Две недели Отрабатывали И уходили Прописали план адаптации Со стороны агента Стажера И со стороны Руководителя Ну сложный вопрос Руководителям Не хватает времени На стажеров Поэтому здесь Подключили еще И директоров Подключили HR Распилили функционал И сейчас Показатели На самом деле Очень хорошие Корпоративная культура Управление Знаниями Создание команды Ну Управление Изменениями Наверное Самый Важный вопрос Перетвернуть Все бизнес-процессы Но наверное Не выбросить Самые нужные Посмотреть Как это работает У вас Вот Ну и вот Знаете Есть такая Ну была такая Шикарная женщина Элеонора Рузвельт И она говорила Ну по-моему Там прям просто Прекрасные слова Каждый день Нужно делать Хотя бы Одну вещь Которая вас пугает Слушайте Ну Не знаю Я вот например Мне 55 лет Я вот Полгода назад Борщ научился варить У меня сейчас Средний сын говорит Мне 5 детей Средний сын говорит Слушай пап Я солянку хочу Я солянку научился варить Пугало меня это Ну может быть Первый раз да Сейчас я просто кайфую От того что я делаю Понимаете Поэтому Делайте то же самое Но муж ее Сказал еще более лучшие слова Делай что можешь С тем что имеешь Там где ты есть Если сложить все Это воедино Это Формула успеха Поэтому как раз таки Вот в какие то Сложные времена Мы говорим про то что Делать нужно С тем что Что мы сейчас имеем У нас есть определенные ресурсы Хорошо у нас есть команды Ну тогда нужно правильно управлять И в принципе все Коллеги Если вот есть желание Отсканируйте коды Реклама ВКонтакте Помогает увеличить Это для агентов Помогает увеличить Конверсию Просмотров И просмотров Объектов Именно здесь Мы как раз Расписали Как это делается Эффективная расклейка Я хочу сказать еще раз Что расклейка здесь Мы ее делали Вот то что эффективно Мы ее делали Две недели назад Она может быть меняться То есть мы каждую неделю Меняем расклейку По двор персонала Там есть чек-лист Чек-лист от нашего HR-директора Да Потом план развития агента Слушайте Ну здесь он самый простой Определенные вопросы Те которые мы должны Задаем агенту Чтобы он выстраивал Свой план на следующий год И все остальное И бланк осмотра объекта Ну он там элементарный Может быть вам пригодится Может быть вы что-то оттуда возьмете Одна минута Я все практически Я не выключаю Да 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 пожалуйста Это то что мы хотим С вами поделиться как раз Я думаю что там Что-то для себя найдете Если что там Ну пишите мне Я могу поделиться Есть Есть минуточка На вопросы Предпоследний слайд Был основным Пощелкнуть А я сделаю Да Ну это я Если вот мои контакты Пожалуйста Я могу Могу поделиться Назад Сейчас вот ребят снимут Ребят спасибо всем за внимание Я надеюсь Что моя информация Будет полезна Спасибо Поехали дальше У нас следующий спикер Доклад Ну такая турбулентность Неожиданность Всем интересно Вот Ну в целом Да поговорим Над тем опытом Который есть у нас Что мы видим Что может быть полезным Для бизнеса И особенно не крупного У нас в сети Где-то 60% Агентств недвижимости Не считая Вот там У нас есть такой продукт Где там вообще Один человек работает С двумя помощниками А так у нас От Пяти до пятнадцати Человек Таких агентств недвижимости Где-то порядка Пятидесяти процентов Им тяжелее Потому что Есть Расходы Которые сложно Там Изменить На маленьких бизнесах И вот что мы тут Немного наработали Ну вкратце Вкратце Про цикл Рынка В кризисы И вообще Вот Есть четкая теория Что Рынок недвижимости Имеет некую цикличность Во всем мире И России Не исключение Самая классная фаза Фаза подъема Зелененького Такого цвета Но к сожалению Самая короткая Там один-два года Она длится В целом Мы ее исчерпали Благодаря Двадцатому Двадцать первому Году Вторая фаза Фаза стабильности Которая у нас Продлилась Наверное Месяц Может быть два Это вот Январь Вот В целом Ну паритет И агентствам Недвижимости Лучше работать На фазе Стабильности Потому что Когда вы Бойцов Отправляете За новыми договорами На фазе Роста Да То очень сложно Он приходит К собственнику А собственник уже Не то что договор подписал Уже квартиру продал Поэтому конечно Фаза стабильности Она очень важна Ну и Третья фаза Стагнация Она самая длительная Три-пять лет Я думаю Я думаю Что Данные Изменения На рынке Которые мы сейчас Видим Ну будем мы Их ожидать Где-то Три-пять лет Вот То есть Они будут В такой форме Развиваться Мы уже Наблюдаем Данный апрель У кого Вот Не изменился Трафик Я знаю Что у всех Сократился У кого Не изменился Трафик У вас Вы что Продаете Дубая Мне кажется У вас вырос Мне кажется Вырос В России Такая ситуация Что все Все упало Вот И понятно Что это будет Рынок покупателей Что мы Рекомендуем Ну некие Такие Семь Шагов Которые Позволят С одной стороны Сохранить персонал Где-то там Чуть подзаработать Но в основном Вся тема Про сокращение Расходов Как мы все знаем У нас есть Постоянные Расходы Есть переменные Расходы Есть капитальные Расходы Вот у нас Мы сразу Даем рекомендации Хотя нам Как центральному Офису Было бы классно Там часть У нас Франшизи Планировали Расширять офисы Это капитальные Расходы Которые разовые Они там На пять лет Обычная Закупка оборудования Вот мы Порекомендовали Этого сейчас Не делать То есть Капитальные затраты На расширение Бизнеса Сейчас Ну прям Такой Отчаянный Шаг Ну по крайней мере Ближайшие там Два-три месяца Поэтому капекс Мы предложили Зарезать А постоянные Расходы Ну это аренды Это зарплата Непродуктивного Персонала Налоги туда Попадают И многое другое Здесь можно поработать Но Не так сильно Как бы хотелось Чуть позже Разберем Ну и переменные Снижаем Перераспределяем Вот Ильдар сказал Да и Василий к этому Также призывает И мы тоже Не исключение Смотрите на изменения Мотивации Причем Переменная часть Должна превалировать На докладной И во всех Продажах Во всех бизнесах У которых я работал У продавцов Оклады очень маленькие Ну вот в риэлторском бизнесе Я столкнулся Что их вообще нет Переменка При этом большая Да То есть это позволяет Быть гибким Ну и реклама Сейчас мы об этом поговорим Есть еще такое понятие Сервисный коэффициент Очень мало Его используют Я в свое время Когда пришел В 2017 году В Сенчури У меня просто За этот показатель Там была очень большая Часть бонусов Привязана в другой компании Я так проникся Этим духом И пришел Как бы в Сенчури И говорю Нам нужно стремиться К коэффициенту Сервисному коэффициенту Единицы Мне говорят Что это такое Я говорю Сервисный коэффициент Это способность Компании Покрывать Все расходы Компании Вот у компании Есть какие-то расходы Там 100 рублей Да Там аренда Зарплаты Так вот Сервисный коэффициент Это соотношение Выручки С повторных продаж По отношению Ко всем расходам Ну вот Про автобизнес Сейчас приведу Пример Чтобы было понятно Дилерский центр Он с одной стороны Продает машины С другой стороны Их ремонтирует Верно? Ну там Техническое обслуживание Вот Сервисный коэффициент Покрытие В дилерском центре Это деньги Которые получаются С сервиса Ну потому что Клиенты постоянно Возвращаются Ремонтируют машину Вот если Выручка Сервиса Полностью покрывает Расходы всего Дилерского центра То это коэффициент Единицы И тогда Получается Все что вы Сверх получаете От продаж Самих автомобилей Это и является Прибылью Вот как вы считаете Как можно В агентстве Недвижимости Посчитать Сервисный коэффициент Допуслуги Повторное обращение Ювка продаж Не знал такого Потом расскажете Юридически Я думаю Что это Ну так Либо Апсейл Да Называется Сверх продаж Либо Кроссейл В зависимости В целом Я сомневаюсь Что Любое Классическое Агентство Недвижимости Такими Продажами Покрывает Все свои Расходы В агентстве Недвижимости Сервисный коэффициент То есть Повторные продажи Это продажи Действующими Агентами Ну то есть У нас Единица Которая Приносит нам Деньги Это наши Агенты Ну и в принципе Ипотечные Брокеры Как вы Обратили Внимание То есть Действующие Сотрудники Их Постоянная Доходность Вот к этому Показателю Нужно Стремиться Потому что Коллеги Безусловно Правильно Обратили Внимание Что Ни в коем Случа Сейчас Не нужно Снижать Набор Кандидатов И потенциал Рынка Труда Сейчас дает Возможность Набирать Лучших Кандидатов Меняется Профиль Кандидатов Приходят Люди Из таких Отраслей Системных Типа Банковских Структур Автобизнес Там просто Изначально Инвестиции В процесс Обучения Закладываются Но очень Высокие Эти кандидаты Интересные Но смотреть За сервисным Коэффициентом Итак Что по Постоянно Можно снизить Но здесь Наверное С налогами Навряд ли Что-то Получится Изменить А вот Стремиться К показателю Вот вчера Коллега Сказал Фонда Александр Что У них Стоимость Аренды От выручки Там 5% Меня очень Удивило У кого Там Меньше 10% От выручки Классно Ну вот Мы все-таки Рекомендуем Стремиться 7-10 7-10 Вот у нас Такие параметры Получаются Что ну условно Там При офисе У которого выручка Там 3 миллиона 4 миллиона Аренда С коммуналкой Где-то 300-350 тысяч Вот На эти цифры Мы ориентируемся Если выше Это уже проблема Непродуктивный персонал Системы мотивации Здесь полностью Еще раз говорю Согласен с коллегами Просто нужно стремиться К снижению Окладной части И соответственно Повышению Переменной части По Переменным Расходам Реклама Вот Сейчас Мы стоим На пороге Ситуации Которая Ну Болезненно Сказывается На В компаниях На затратах На рекламу Особенно Когда у нас Нету Эксклюзивного Договора С клиентом То есть Мы рекламируем Причем Мы идем Разными путями То есть Клиент Своим И своим Несутся Затраты На рекламу Цена Завышена Трафик Падает А если Вы позвоните Клиенту И предложите Ему Понизить Цену Ну Он скажет Зачем Мне это Делать Там Еще Несколько Компаний Вот И Когда С такой Ситуацией Сталкиваемся Конечно Наличие Эксклюзивного Договора Здесь Позволяет Вам меньше Тратить Я прям Вот Сравниваю По Офисам По агентствам Которые Работают На разных Системах Что Эксклюзивные Договора Дают Меньше Затраты В бюджет Рекламный Чем Неэксклюзивный Поэтому Хотелось Бы Донести И мы Ориентируемся Что это 5-8 Процентов От выручки То есть Бюджет На рекламу И причем Не то Что нужно Сразу Там Вносить Какие-то Правила Говорить Вот Что Больше Не будете Трать Достаточно Работать С Ропами Обсуждать Вот Я был Свидетелем При таком Диалоге Роп Просто Как бы Знал Сколько Стоит Отдельно Пакет Са Роп Знал Сколько Стоит Отдельно Затраты На Авито Но Проблема В том Что Все Автоматизировано Он Нажимает Пакет Выгружается Он Даже Не смотрит Что Сколько Стоит И Когда Ему В разрезе Недели Показываешь Стоимость Объекта Совокупную Он Начинает Удивляться И просто Снижает Затраты На Объекты То есть Больше Нужно Информировать Руководителя О тех Затратах Которые Происходят Что Касается Продуктивного Персонала Я Ну Продуктивный Персонал Это у нас Агенты Руководители Отдела Продаж Я Действительно С удивлением Смотрю На Системы Мотивации Где Агентам Платят Там Больше 60% Ну Я Не понимаю Где Тогда Экономика В этом Бизнесе Если У вас Фонд Оплаты Труда Продуктивного Персонала Там Больше 50-55% Это Агенты Ропы Вот Ну Если У кого-то Выше Нужно Наверное На мой Взгляд Стремиться К их Понижению Про Систем Мотивации Чуть Позже Итак К чему Нужно Стремиться Понятно Что Нужно Увеличивать Объем Выручки Я Знаю Что Сейчас Коллеги Из Других Компаний Смотрят На Расширение Апселла Так Называем Я Уже Вижу Что Там Стали Включаться Кросс Продажи Это Ремонт Это Переезд Страховые Полюсы Разного Формата То Риэлтора Толкают К тому Чтобы Он Был Таким Неким Личным Консультантом Клиента И На Многих Направлениях Зарабатываю Полностью Поддерживаю Это Не знаю Как это Будет Реализовано На Практике Но Тем Не Менее К этому Стремиться Надо К увеличению ВКД Смотреть На Переменные Расходы 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 Вот Месяц Говорит Говорит Да База База Оборачиваем И Падает А дальше Мы Просто Это В Деньги Переводим Ну Смотрим Сколько Затраты То есть Самая Табличка Но Только В Деньгах И Доносим Это До Руководить Очень Эффективный Инструмент Без Каких Либо Наказаний Просто Люди Смотрят И Чем Выше Топ Менеджер Тем Больше Он Фокусируется Именно На Низко Ликвидных Объектах Не Нужно Лазить Там Свежие Вот Еще Очень Интересный Такой Показатель Которым Мы Призываем Смотреть Есть Организационная Структура В Каждой Компании Она Своя Но По Факту Все Сотрудники В Компании Делятся На Продуктивных И Непродуктивных Вот Скажите Рекрутер Он Продуктивный Персонал Откуда Вы Знаете Прочитать Успели Хорошо А Ипотечный Брокер Так Продуктивный Или Нет Ну Короче Ответ Простой Чтобы Понять Продуктивный Персонал Это Или Непродуктивный Нужно Просто Ответь На Вопрос Он Работает С Клиентом Он Приносит Деньги В Компанию Вот По Факту Продуктивный Персонал Это Агент Это Ипотечный Брокер Потому Что Он Берет Деньги Или У Кого То Не Берет У Всех Берут Все Кивнули Все Берут Вот Ну Различие Функции Продуктивного Персонала Делегировать Нельзя Ну То есть Нельзя Это отдать На Аутсорсинг Нельзя Ичара Заставить Быть Продавцом Недвижимости А Непродуктивный Персонал В той Иной Степени Его Можно Либо Делегировать Либо Передать На Аутсорсинг И Часто Встречаю Что В небольших Агентствах Собственных Бизнеса Может Быть Юристом Может Быть Ичаром В какие-то Моменты Так Вот Нужно Стремиться К соотношению Продуктивного К непродуктивному Персоналу Три И выше То есть Это тоже Некий Коэффициент Устойчивости Просто Придете Приедете Домой Перепишите Фамилии И должности Всех своих Сотрудников И посмотрите Если у вас Там Тридцать Агентов Сколько У вас Должно Быть Непродуктивного Единиц Десять То есть Вот Когда Смотришь На Структуру Где есть Директор Заместитель Директора Ассистент Ичар Рекрутер Телемаркетолог И при этом 5-6 агентов Ну Создается впечатление Что это Система Нежизнеспособная Поэтому Мы призываем На это смотреть Одна минута Супер Ну Тогда Про Передачу Функций В центр Управления Или центральный Офис Можете Просто Фотографировать Очень коротко Здесь В принципе Рассказывать Нечего Если Центральный Офис Существует Какая-то Система Headquarter Так называемый На него Нужно Передать Максимальное Количество Функций Которые Он может Выполнять И вот Еще о чем Хотелось Поговорить О системах Удержания Опять же Совсем Согласен Что Нужна Адаптация Мотивация Про Материальную Мотивацию Немножко Хотел Искать Есть Операционная То есть Когда Вы смотрите Пейплан Вашего Сотрудника Агент У него Есть Какой-то Процент Там Есть Процент За Конверсию И так Дали Это Операционная Бонусная Или Квартальная Это MLM Система Это Вот Приведи Друга Реферальная Система Когда Агент Не от Прямой Деятельности Получает Доход Есть Еще Долгосрочная Опционная Можно Назвать В целом Я работал По системе Когда были Фантомные Акции То есть Мне каждый Квартал Прилетало Уведомление О том Что Чувак Если Твои Несколько Департаментов Достигнут Вот таких Целей Ты получишь Столько Акций Компании Котировки Этой Компании На Лоноской Бирже И При таких Условиях Ты их Можешь Обналичить Это Приятный Бонус Более Того Для Многих Людей Очень Важно Вот Такой Перформанс Признание То есть Нестандартность Представьте Там Им Дают Акционный Пакет За Подписью Генерального Директора Пусть Это Даже Факсимиль С Юридической Точки Зрения Это Особо Ну Такой Роли Бумага Не И И Ничего Ну Там Выплачивали Это Очень Сильно Мы С чем Поигрались И Сейчас Внедряем Эту Систему Ну На этом Не будем Останавливаться Кризис Все Инвесторы Уходят Сейчас В материальные Активы Земля Драгметаллы И мы Пришли К интересной Системе Сейчас Запускаем Там Ну Уже Как бы Получили Одобрение В одной Группе Сейчас Будем Рекомендовать На всем Золото Сейчас Продается В любом Банке Ну Не в любом Во многих Банках Можно купить Золото Физическое Сертификатом Причем Очень круто Выглядит И прикольно Весит Так вот Мы создаем Систему Бонусную То есть Выдаем Бонусное Письмо Руководителю Либо Агенту Какие Он должен Сделать Достижения За квартал При которых Он получит Эквивалент Ну там 10 грамм Золота При выручке Причем Он их Не сразу Получит Он получает Копию Сертификата Который Подтверждает Что это Реальное Золото Что Приобретено И при Определенных Условиях Он его Трех лет Работы В компании Не чаще Чем Один раз В год Но Каждый Квартал Он получает Письмо Где уже Написаны Те активы Которые На него Приобретены Может Зайти На фондовую Биржу Посмотреть Курс Золота Посчитать Свой доход Это хорошая Система Которая Работает Помогает Удержать Вот В целом Все Тогда Игорь Ну на вопросы У тебя К сожалению Время Не осталось Я все Рассказал Может быть Один Нет Я работал В Инчкейпе Ну Наверное На полях Интернета На Я думаю Что ее Как таковое Не существует Может быть Какие-то Блоки Посвящены Тем Или Иным Формам Вознаграждения Но Я не встречал Книгу Которая бы Написала Про фантомные акции То есть В интернете Очень много На эту тему Статей Но опять же Акции Понимаете Чтобы акции Вы должны Привязать К какому-то Активу Вашу компанию Навряд ли Агентство Недвижимости Какое-то Находится На фондовом рынке Или Например Я не знаю Компания ЦАН Начнет Награждать Сотрудников Своими Фантомными Акциями Какая у них Будет мотивация Если там Постоянно Они падают Посмотрите На другое Посмотрите На распределение Прибыли Либо На какие-то Другие Активы Но Лучше Не к выручке Привязываться Главное Чтобы Была Динамика И главное Чтобы Человек Который Получает Бонусное Письмо Ну Понимал Как бы Статус Серьезность Свою Эксклюзивность В этом Ответил Да Я нашел Свою квартиру На Авито Самый большой Выбор Объявлений О продаже Квартир В Москве Посмотрим Квартиру На Авито Давай В новостройке Тогда с отделкой И балконом И кухней Побольше Настраивайте Удобные фильтры Ищите новостройки По вашим Настройкам На Авито Самый большой Выбор Объявлений О продаже Квартир В Москве Квартир 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Итак, смотрите, мы запускаем сейчас обучение, кто должность исполнительного директора и должность коммерческого директора. Для чего? Чтобы наши франшизе-партнеры были аналогичны нам. Потому что мы продаем франшизу «Перспектив-24». Мы хотим формат как в Уфе. У нас Уфа 580 сейчас человек. Также мы хотим такой формат в других городах. И почему мы начали развиваться и расти? У нас не было цели вообще стать первыми, вторыми, третьими, пятыми. У нас вообще не было никакой цели. Просто в один момент мы поняли, что страшная сила, когда руководители групп задерживаются более трех лет на местах, директор задерживается, руководитель департамента задерживается. Они начинают быть, как сказать, они наоборот задерживают уже результат. Я каждый раз, когда меняла должность, три года была руководителем группы, три года руководителем департамента, два года генеральным директором Уфы. Сейчас только стала управляющим директором, управляющим компанией. Это уже кураторство всей франшизы. И я каждый раз, уходя, понимала, что чуть-чуть я бы стала тормозить развитие моей компании, именно моей должности. Потому что мы в продажах, как бы мы ни касались. Это админблок, коммерческий блок. Люди перегорают, и приходят новые ребята, и у них, причем они приходят всегда своевременно. Но у нас есть внутренние школы, которые обучают и адаптируют. Дальше. Мы изменили потоковое обучение, подошли к ним более скрупулезно. И сейчас у нас потоковое обучение бесплатно. Что в Уфе, что у всех франшизи-партнеров. Мне здесь на конгрессе постоянно вопрос задают. А зачем вы бесплатно обучаете? Они же уходят, вам не жалко. Представляете, очень круто, когда ты сеешь себе подобных по рынку. Вот очень удобно работать с бывшими агентами перспективы 24. Они знают нашу систему, они воспитывают клиентов под эту систему. И у нас совместные сделки идут на ура. И как может быть это жалко? Это очень круто. Дальше. Я понимаю, что, как и предыдущие спикеры, время затиши будет чуть-чуть. Может, не чуть-чуть. Но как раз у нас есть время с вами провести аттестацию в своих компаниях. Подкрепить обучение. У нас ребята начали группами участвовать в благотворительных каких-то мероприятиях. Субботники. Потому что сейчас такой корпоративный дух нужно очень сильно поддерживать. Убираем там реки, дворы, что угодно, но только чтобы выйти. Причем население города присоединяется вместе с нами. Когда приходишь там на уборку, 10 человек от нас уходим, 20, потому что 10 еще люди присоединились. Предыдущий спикер говорил, что мы делаем упор на... Но многие сейчас берут кросс-продажи. Не дай бог скрещивать агента и кросс-продажника. Эту функцию должны делать специальные разные люди. Агент, он должен оставаться агентом. Кросс-продажник – это отдельный человек. Просто, не просто, а агенты – это доноры, поставщики, клиентов для кросс-продажников. И обратно. Это два взаимовыгодных сосуда, перетекающих. И получается, мы... Сейчас вы все знаете, перспектива 24 совместно с самолетом запускает новый продукт «Самолет плюс». Как раз там и есть эти кросс-продажи. И доля там риэлторов не совсем небольшая. В последующем будет небольшая. Сейчас, конечно, мы тестируем на базе агентств недвижимости. И что еще интересного? Я считаю, что сейчас как раз-таки время агентских договоров, на которые мы всегда делали упор. Как только такая ситуация... Как только начинает штормить, начинает приближаться кризис, у нас очень такой массовый... Начинается время массовых конкурсов по набору агентского договора. Я, наверное, будучи на рынке недвижимости, если пандемию можно назвать кризисом, да, переживаю четвертый кризис, и всегда выходили из ситуации, когда ты имеешь базу агентских договоров, при этом набираешь подобные аналоги, именно базируешься на одном квартале. Мы проводили эксперимент, я вчера уже говорила, да, собирали подобные квартиры, однушки, двушки, трешки в одном районе, и срастили восемь сделок. Это цепочка из восьми сделок. Именно в кризис люди не стараются переезжать из одного района в другой, они базируются и локально меняются в одном районе. И альтернативные сделки. Ну, это вот одно продаем, и даже большие ипотечные проценты, да, они используются, потому что берутся минимальные суммы между сделками. Дальше. Что еще внедрили? Мы сейчас обучаем франшизи-партнерам ввести бюджетный комитет, да, где сэкономить, где не экономить. Возвращаясь к HR, я звоню франшизи-партнеру, посмотреть, ну, узнать, как дела, познакомиться. Я полтора месяца только работаю, да, и не совсем еще выходила в Zoom, познакомиться. Я говорю, какие сокращения у вас есть? Она говорит, я отправила в Асвояси своих двоих HR. У меня просто, я до 40 лет не сидела, и тут посидела, называется, потому что можно гену, огненную голову отрубить, да, но своему бизнесу мы состоим из, мы же Гутвилл, да, мы же, наш бизнес – это люди. И уволить из компании поставщика людей, я просто, ну, я не знаю, это очень даже отчаянные люди. Что еще? У нас сейчас хорошо заработал центр межрегиональных сделок. Что такое центр межрегиональных сделок? С каждого города наши партнеры отправляют, заполняют анкеты, отправляют в центр ЦМС клиентов, и в соответствующий город направляется заявка. Если в этом городе нету перспективы 24, мы находим ну, агентство, где там они работают, да, самое активное, самое хорошее, и передаем заявки. Агент передал заявку, забыл, и через какое-то время на счет прилетает энная сумма, на счет агентства, соответственно, да, и за этим следит отдел ЦМС. Это чем больше у нас будет филиалов, чем больше будет франшизи-партнер, в том числе и наши точки продаж Самолет Плюс, а их мы хотим в количестве, вы все слышали, 3000 по России, это минимально, количество межрегиональных сделок у нас увеличится. И что это значит? Сейчас все онлайн-лиды очень дорогие, да, сейчас больше работает оффлайн реклама, у вас у всех хорошо настроена оффлайн реклама, это что такое? это агенты на двух ножках обходят своих клиентов и распространяют информацию. Сейчас это очень актуально снова, и наши ЦМС-ные сделки, они будут лидами для наших партнеров на все города, при этом цена этого лида 0 рублей. Все, спасибо. Спасибо. Есть вопрос? Да, пожалуйста. Александр Москотов, МИЭль, Москва. Скажите, пожалуйста, при кросс-продажах, я так понимаю, что у вас отдельный персонал, агенты не задействованы, вы делитесь комиссией с агентами при кросс-продажах? В каком размере? Ну, это какая-то от выручки процент, либо просто какой-то фикс? набора от клиентов, фиксаж от работ нет, есть разные продукты, есть где-то фрошон, есть... кросс-продажа. я уже как говорила, что агенты это фонеры наших кросс-продаж. Все услышали? Все услышали? онлайн услышали? А, да, агенты это поставщики клиентов для кросс-продаж и соответственно у нас сегодня я слышала, ничего бесплатного не бывает и обязательно наши агенты должны зарабатывать. спасибо. Можно еще вопрос? Прямо маленький. Да. Марина, вы же на Ульяновск. Я вот второй день слушаю, все так круто, я правда очень рада за вас, перспективой за всех остальных, но у меня вопрос, вы сказали, что вы практикуете такое, что три года и дальше смена там, ну, как бы рост карьерный, да, что вы делаете с теми сотрудниками, которым, ну, не нужен этот рост? Вот есть люди, которые не хотят быть ни руководителями, да, ни там, директорами и так далее. Просто вот у них выгорание, вот три года прошло выгорание, что вы делаете с такими сотрудниками? Правда, очень интересно послушать. Спасибо. Ну, у нас компания, кроме отдела продаж, кроме агента недвижимости, еще есть админблог и есть, почему мы развиваем направления разные, да, у нас же много направлений, кто-то занимается только риэлторским бизнесом, а мы занимаемся разными направлениями и там тоже нужны сотрудники. Кто-то говорит, я поработал там на чек 200 каждый месяц, я выгорел, мне не надо, мне теперь важно новое направление, интересное, дайте мне пищу, да, и он соглашается на 50 рублей и садится, развивает новое направление какое-то. Тогда какой процент у вас остается вот таких сотрудников, ну, от выгорешей сотрудников, которые приходят и говорят, слушайте, я выгорел, дайте еще любую, за какой процент сотрудников у вас остается в вашей компании? Если нет, вы можете сказать, что нет, но мне просто реально интересно. Ну, да, сейчас не готова сказать, какой процент, вы мне напишите, я вам вышлю. Хорошо. Спасибо. И Юлия Федулаева, эксперт рынка недвижимости Москвы. Юлия идет уже к нам. Приветствуем. Я включаю вашу презентацию. Я в PowerPoint ее взяла. Нормально? Эксперт, да, это такое название, которое мне не очень нравится. Я ни разу не риэлтор, никогда не делала сделки. Я всегда занималась управленческими процессами. У нас 12-го числа был здесь полуторачасовой мастер-класс. Я очень много говорила на тему проблем в риэлторском бизнесе, особенно в условиях турбулентности, как это сформулировали наши организаторы. Так, у меня кликер не кликает. Да, я взяла не тот. Ну, вот, брать не то, это, конечно, да, прекрасно. Кризис и турбулентность в бизнесе, об этом я много рассказывала. Пожалуй, наверное, я была первым человеком на рынке недвижимости, который, в принципе, анализировал тему экономических кризисов с призмы риэлторского бизнеса. И полтора года назад у нас был в компании очень большой эфир, в компании, где я ранее работала. Можно будет видео посмотреть на тему кризисов. Когда мы говорим о кризисных явлениях, почему-то всегда все думают о том, что вот кризис, давайте сейчас оптимизироваться. Я для себя четко выделяю, что оптимизация это неоднократный проект, когда мы вдруг приняли ситуацию, что у нас все плохо и давайте будем делать оптимизацию. Это регулярная деятельность в компании, которая должна идти постоянно. Если мы опять же возьмем вот этот слайд и увидим, что у нас бордовая полоса кризисов, это период антикризисных действий оптимизации, который мы проводим только в условиях неопределенности и экстремально быстрого принятия решений. Мы не имеем возможности не подготовиться, не имеем возможности спрогнозировать, как поведет себя наша компания после такого скоростного решения. Если мы возьмем все остальные годы, то это период оптимизации и развития плановый, когда мы должны просто качественно расти. Почему я сначала не представилась, а сделала заход через кризисы? Меня зовут Юлия Федулаева, я работаю в сфере недвижимости, на рынке недвижимости уже 15 лет и до конца прошлого года я работала в группе компаний МЕЭЛ. Все меня, наверное, видели, из тех людей, кто посещает конференции. Я никогда не сидела на одной управленческой позиции, каждый год моя деятельность менялась абсолютно. Должности, которые я занимала в компании, фактически я сама себе прописывала, согласовывая с акционерами бизнеса, под конкретную задачу того или иного момента. И очень многие люди в компании, даже среднеуправленческий менеджмент, в принципе, иногда не понимали, чем мы занимаемся. Оптимизационные планы, как правильно? Как правильно всегда выбрать оптимизационный план и улучшить бизнес? Я говорю, что никак. Нет такого понятия, что план верный. на этом конгрессе все спикеры, когда говорят о кризисах, дают достаточно стандартный набор рецептов, и он и в нашей компании применялся. Режем косты, оптимизируем людей, думаем над новым, какие-то точки роста себе прогнозируем. Я не хочу об этом говорить, я хочу рассказать о нашем прошлом оптимизационном периоде, который случился вне кризисное время, но с кризисной ситуации. Я выделяю для себя много проблем в риелторском и не только бизнесе. Ключевые проблемы у нас в первую очередь в цель полаганий, а во вторую очередь это HR менеджмент. Что касается этих двух целей, многие думают, что на этот вопрос есть однозначный ответ. Как мы будем развивать бизнес? Сначала нам нужно найти человека, лидера, а потом он придет и придумает, что мы будем делать. Вот ситуация ровно наоборот, на мой взгляд. Сначала нам нужно четко понять, что в нашем бизнесе неправильно, и потом уже подобрать специальных людей, которые этот бизнес будут менять. Вот эта большая проблема с целеполаганием, я ее наблюдаю на всех уровнях, начиная от самого низа, как я говорю, с дна рынка, с земли, и заканчивая владельцами, собственниками бизнеса. Как у нас ставятся цели по бизнесу? Как правило, есть метод анализа в экономике, гэп-анализ, анализ разрывов. Вот в риелторском бизнесе цель собственник и даже риелтор сам себе ставит через гэп. Я посмотрел, как у других, я хочу так же. Вот у меня сейчас есть миллион, а у него 10, я пойду туда. У меня есть направление вторички, но нет новостроек, я пойду туда. У меня, допустим, накопились какие-то деньги, мне уже надоел риелторский бизнес и блок, я хочу быть девелопером, потому что у Васи получилось. Вот этот вот путь целеполагания через гэп, это, конечно, хорошо, но на самом деле все забывают о главном, наверное, об осознании той ресурсной инфраструктуры, которая есть сейчас у тебя и о пути, к которому мы придем из существующей точки А в точку Б. Я всегда работала с топ-менеджерами, с их сознанием с головой. Очень большая боль признать себе, что в твоем бизнесе все не так. Я рекомендую всегда встать перед зеркалом, снять корону и просто посмотреть на ситуацию со стороны. Если вы погуглите или в Ютубе поищите, есть прекрасный управленческий мультфильм «Фигуры и формы» 1984 года выпуска. Очень интересная мультика, где показано, как ситуацию видит человек с разной роли, с разной позиции. Внимательно его потом посмотрите, своим сотрудникам тоже покажите, пожалуйста. В рассылке будет ссылка на этот мультфильм. Так вот, когда мы ставим цель изменения бизнеса, ключевые ловушки сознания руководителя в том, что у него все нормально. Почему? Потому что он много лет работает с сотрудниками в том или ином бизнесе. Это хорошие люди, это понятные люди. И вот это большая проблема. Понятные люди, мне жалко с ними расставаться, как-то их пинать на развитие, они эксперты, они все правильно делают. Я не могу с ними расстаться, я им дам задачу изменить бизнес-модель, и они все сделают. Категорически неправильно. С понятными, с хорошими людьми, с людьми, которые выросли в культуре семейности, не в управленческой культуре, а в культуре семейного бизнеса, с ними нужно расставаться в первую очередь. Я не говорю, что их нужно убирать из компании, я говорю о том, что их нужно куда-то смещать, давать им новый функционал, другие пути развить. Ближе к кейсу, который я все-таки сегодня хочу поподробнее рассказать. Антикризисная практика. Помимо целеполагания, еще в антикризисе очень важно работать с этим самым HR-менеджментом. Не с рекрутерами, которые набирают людей, адаптируют их, внедряют в компанию, а именно со средним и высшим топ-менеджментом. У нас в 2012 году, я тогда уже почти пять лет как работала в компании, была очень интересная ситуация. Бизнес, группа компании Миль строился по холдинговому принципу, была управляющая компания и была четкая специализация разных компаний по сегментам рынка. Отдельно была компания, которая занимается операциями в аренде недвижимости, была компания отдельная, которая занимается проектами в коммерческой недвижимости, была компания повторички, это были брокерские департаменты, ну и так далее. Вот как сегментные специализации на рынке выстроены, так и был выстроен бизнес. У каждой из этих бизнес-единиц была своя управляющая мини-компания, был свой штат функциональных сотрудников, HR-маркетологи, ну вот все, что там нужно для сопровождения бизнеса, и соответственно производственный блок. В этой структуре, это конечно хорошая такая диверсификация, каждая компания работает самостоятельно со своим топ-менеджментом. Есть и плохая сторона у этой истории, мы дублируем функции, которые функциональный то, что тавтология блок несет. Маркетологи занимаются брендовым продвижением и в этой, и в этой, и в этой компании, и нет синхронизации цели сверху. Вот это большая проблема бизнеса того времени, она существовала, и владельцы бенефициара бизнеса об этом в том числе понимали. Самая болевая точка в том 2012 году была компания связанная с операциями на рынке новостроек, именно про новостроечный кейс. Что было интересного? Новостройки в принципе в МИЭЛ всегда продавались по принципу организации продаж полного цикла. Было масштабное подразделение, которое фактически выступало как аутсорсер при застройщике и аутсорсили функцию отдела продаж, отдела заселения и постобслуживания. Что это означает? Это означает, что по договору с застройщиком мало того, что у нас стоит свой офис продаж на объекте, там есть продавцы, показчики, регистраторы, есть функция подписания ДКП, ДДУ тогда еще не было или инвестиционных договоров, акт приема передачи объектов недвижимости, выдача ключей, устранение разногласий, то есть все, что сейчас делается в новостройках, делали тогда вот в этом бизнес-подразделении. Компания была масштабная, в пике там до 500 человек работало, включая экспедиторов водителей и огромную службу блока сопровождения и юристов, в том числе и судебные процессы некоторые тоже вели, когда клиенты покупали квартиру и допустим что-то их не устраивало, они в суд на застройщика подавали. Так вот, в 2012 году изменились в принципе отношения с застройщиками и застройщики стали все меньше и меньше отдавать подрядов на эксклюзивную и коэксклюзивную продажу. А это была бизнес-модель суть этой компании. Мы работали только на коэксклюзивной схеме. Даже эксклюзивы были не в приоритете, не в цене, потому что это сверхрисковая зона, когда один продавец новостройку продает. Это, конечно, маржинально, но большие риски невыполнения плана продаж. Так вот, коэксклюзивные договоры стали постепенно уходить. Плюс в компании в тот момент случился развод акционеров, там было несколько собственников и это нормально для бизнеса, что когда кто-то расходится. Так вот, на фоне развода акционеров снижение желания застройщиков работать на коэксклюзивных схемах и договоры были розданы допустим всем риэлторам рынка, компания пришла к точке, когда ее маржинальность так сказать пошла в резкий минус. Мало того, что были большие кассовые разрывы, а холдинговая структура бизнеса позволяла финансировать эти разрывы исходя из доходов других компаний, компания действительно пошла в убыточную зону. руководителем компании в тот момент был человек, свой понятный хороший человек, который очень много лет рядом с собственником. Хороший, он не подведет. Структура и штат. Понятно, когда-то было 500 человек, стало 300 человек, естественным образом люди покидали компанию. И никаких абсолютно движений по изменению бизнеса. Я тогда работала на уровне штаб-квартиры и видя все эти проблемы в этой компании, мы с нашей службой внутреннего аудита долго пытались понять, как же там произвести изменения. Но в первую очередь нужно было собственников бизнеса к этому толкнуть. Это самое большое и сложное. Развернуть сознание собственника бизнеса, поставить вот это зеркало и сказать, посмотри, ты думаешь там нормально, а на самом деле нет. это большая работа с головой. Обычно это индивидуальные стратегические сессии, как я говорю, я помогаю думать, мы об меня думаем. Когда у владельца бизнеса появилось осознание, что там нужно что-то менять, мы поняли, что просто так поменять управленческой волей невозможно. Вот невозможно издать приказ и сказать, срочно поменяйте бизнес-модель, соптимизируйте людей, выведите компанию в прибыльную зону. Это был целый бизнес-проект. Я до ОМИЭЛ работала в Мегафоне, занималась региональным развитием как раз сети мобильной связи, только-только связь появлялась. У нас была очень хорошая практика горизонтальной ротации, когда сотрудники из одного подразделения из одного региона на своей должности выезжают на временную работу в другой регион. Допустим, я была условно директором по маркетингу в одном отделении, и я поехала на 4 месяца в совершенно другой регион, поработать директором по маркетингу там, а тот в другой регион. Вот эту практику я предложила применить как раз на этом проекте. У нас была создана из сотрудников управляющей компании бригада, как я это называю, три человека. Директор по персоналу, директор по маркетингу, ну, как бы, ИО, я тогда была позицией, ИО, директора по маркетингу и финансовый директор. Три девушки, хрупкие, милые создания, значит, которые пришли ломать чужой бизнес. Как мне впоследствии писали потом бывшие управленцы, которых мы меняли, реально в корпоративную почту я получала письма, Юля, наш бизнес это не ваша грядка и перестаньте там копать, как вам вздумается. И вот в этом национальном напряжении три барышни меняли бизнес-модель. Понятно, что владелец нас полностью поддерживал, но его позиция какая была. Я вас поддержу, но у меня должна быть третья нога, чтобы опереться, а вдруг вы что-то сделаете не так. Уж лучше пусть это останется. И вот это двойное трактование, команде изменений, ты даешь полный карт-бланш, но при этом ты поддерживаешь существующую команду того бизнеса, и они, чувствуя поддержку извне, еще более активно сопротивляются. Я почему это все рассказываю? Делайте выводы, не даю рекомендаций. Так вот, что мы сделали? Мы сдали управленческий приказ по компании о том, что у нас применяется принцип горизонтальной ротации. Три человека идут заниматься своими функциональными обязанностями в эту компанию. Финансы, люди и процессы маркетинга развития. В один прекрасный день, то ли понедельник, то ли вторник, в 10 утра еженедельная оперативка руководящего состава компании, открывается дверь в конференц-зал, там сидят люди, руководитель, сотрудники, и вот мы трое входим, кладем уважаемый приказ, присаживаемся и начинаем на полных правах участвовать в этой оперативке. Это было, я как сейчас по фотографиям помню, взгляды людей, как они меняли свою позу, какая у них была реакция. Понятно, что слух до этого шел, ничего невозможно между риэлторами сохранить втайне. И вот неизбежность. Мы увидели показательную оперативку. Это было выступление в лучших традициях менеджмента, всех опросили, все. И когда мы говорим, слушайте, давайте мы теперь вопросы позадаем, и в присутствии всех открытые, прямые вопросы, а у вас всегда так оперативка проходит? Нет, да вы что, мы три месяца уже не собирались. То есть у людей, у тех, кто действительно хотел, ожидал, изменений, у них пробудилось. Наша оперативка вместо положенных там 20-30 минут, она затянулась тогда на 3 часа. Это было жестко. Когда у людей открылся голос правды, и в лицо руководителю, сотрудники, вот все накопленное выдавили. Значит, ну, потом это было, да, весь проект, кстати, оптимизационный, у нас занял три года полностью. Вообще мы поменяли всю бизнес-модель. При этом почему? Я еще говорила, да, о цели полагания, почему это большая проблема. Мы когда в этот бизнес заходили, ну, как сформулировали нам задачу? Выведите их из убыточной зоны, пусть они хотя бы на нуле, по точке безубыточности работают, а еще лучше, пусть это направление, эта компания, вот так, пусть эта компания будет в прибыли. при этом, когда мы уже работали, мы переформулировали цель, большими буквами ее написали. Мы убрали слово компания, то есть мы вообще убрали рамки привычного бизнеса. Нам нужно было поменять все настолько кардинально и сломать сознание людей, что это может быть вообще не компания. Есть сегмент рынка направления деятельности новостройки, значит, это направление деятельности. Почему на дочке безубыточности? После девелопмента продаж новостроя, это самый доходный риелторский блок. Почему именно мы должны на безубыточности? А на это направление должно приносить доход, который стремится к росту. Одна минута всего, да? Ой, увлеклась. Так вот, после этого, как мы переформулировали цель, мы четко поняли, мы четко поняли, что сейчас все пойдет. Благодаря конгрессу, я тогда еще в этом году приехала на жилконгресс, я узнала и стала интересоваться, как вообще организована продаж новостроек в разных регионах, в том числе питерская модель продаж новостроек, она мне очень зашла. Еще одной проблемой в компании при изменениях было сопротивление риелторов, которые занимаются вторичкой, и наша задача была еще параллельно добиться, чтобы в каждом офисе сети был полный ассортимент услуг, первичка, вторичка и прочее, сопротивление вторичников. Так вот, по итогам всех этих изменений мы отказались в принципе от организации продаж полного цикла, мы абсолютно ликвидировали компанию, внедрили субагентскую модель продаж, при этом не на свои разработки, а через аутсорсинг этой модели у другой компании, убрали вообще из зоны понимания специализацию вот эту сегментную и в каждом из офисов компании агенты, вторичники были разбавлены сотрудниками, которые продают новостройки и полный ассортимент услуг оказывается. Так вот, к чему я про этот кейс говорю. Ключевые выводы. Для того, чтобы что-то поменять, нужно четко осознать цель и убрать рамки, признать вот эту самую свою собственную неправоту в первую очередь и потом отказаться от всего. Посмотреть на мир вокруг, поделиться знаниями и честно открыто рассказывать, как я обычно говорю, конкуренты должны быть друзьями и говорить друг другу истину. Не работает. там еще слайды были, но ничего страшного. Так вот, и не бояться менять людей в первую очередь. До риэлторов мы потом доберемся, ну как бы вот в данном контексте управленческой секции, не бояться менять людей, топ-менеджеров, ключевых менеджеров и владельцу бизнеса не бояться менять свою собственную роль. Почему? Потому что многие владельцы бизнеса, об этом тоже я говорила на мастер-классе, они переходят на роль собственника. Это все мое, я буду этим управлять и никому ничего не отдам. Это невозможно делать. Если вы владелец бизнеса, будьте владельцем и хорошим лидером, владельцем и хорошим управленцем, владельцем просто владельцем и не превращайтесь никогда в собственников. А это уже мой. Все, спасибо, вопросы, пожалуйста, если будут, задавайте. Вопросы. Ну, чтобы не выходить из тайминга, мы можем потом пообщаться индивидуально. Спасибо. Спасибо. Сейчас заработал. Ура, ура. Я уже думала. Все. Да, даешь меня. коллеги, у нас следующий спикер, Глебова Наталья, управляющий директор компании Аякс, Краснодар. 10 правил управления рисками в агентстве недвижимости, в чем не стоит ошибаться в начале кризиса. Всем здравствуйте, коллеги, и снова, и снова я. Так, поехали. Немножко, вы еще там живы, не спите, жарко, нормально, все, воспринимаете? Да. Я все разрешаю. Откройте нам чуть-чуть дверь, если возможно, будет совсем, чуть-чуть воздушка опустить, да. Спасибо. Так, ну, я представлюсь, ну, это, наверное, уже бессмысленно делать, потому что, наверное, все меня знают. Я Глебова Наталья Владимировна, управляющий директор компании Аякс, мои контакты, мой телеграмм и все-все остальное. Итак, я же о чем хотела сегодня поговорить с вами? О стратегиях, которые возможны использовать в кризис. Готовы послушать? Да. Итак, и вот наступил наш кризис. Давайте посмотрим, что дальше произошло. Что дальше у людей, в головах, мы про людей вообще все сейчас будем говорить, у людей в головах произошло, произошло что? Они испугались, опасность, правильно? Произошло так? У кого произошло? Есть. У всех почти, да. После опасности, когда люди испугались, что у них дальше пошло? Пошел стресс. Вспомните, какая была, какие были первые дни работы? Был стресс? Был стресс. Дальше. Смотрите, есть три стратегии, когда вот такое случается. Есть стратегия бежать, есть стратегия прятаться, есть стратегия выживать. Я хотела бы сегодня немножко про это поговорить, потому что нам очень важно сейчас понимать, в какой стратегической парадигме ваши люди пребывают. Первое. Давайте немножко так. Кризис показывает, что система, в которой мы существуем, не способна существовать в текущем уровне. Все, ребят, сейчас все по-другому. Она не способна уже, она не жизнеспособна в том, как она была раньше. Далее. Возможности появляются, когда открываются новые перспективы. Перспективы открываются, они новые и неизвестные. Непонятно, как мы в этих перспективах будем проживать. Сейчас никто не может дать предсказания, что будет дальше, как будет рынок. Все примерно что-то понимают. На самом деле это невозможно сделать сейчас. Дальше. При столкновении с неизвестным мы выбираем разные модели поведения и методы борьбы. Стратегия напасть, убежать, притвориться мертвым. Кто-то увидел кризис, побежал, может не разобравшись куда. Есть такие люди? Есть? Есть такие агенты у вас, которые побежали и начали типа много работать? Типа больше делать? Давай, давай, жми, жми. Вот непонятно куда, чего делать-то? В каком направлении? Дальше. Кто-то начинает проявлять агрессию. Есть такие люди? Есть. И клиенты есть у нас такие. Они начинают проявлять агрессию, потому что они не понимают, как себя вести на рынке. И наши сотрудники не понимают. И третья категория, кто-то замирает и впадает в анабиоз. Есть такие у вас люди? Да, блин? Почти все. Все, понимаете? Чтобы их раскачать с этого анабиоза, нужно просто там волны пускать стрелы. Смотрите, вот это важно. Инстинкт всегда приведет к выживанию, но лишит жизни. Давайте вчитаемся в эту фразу. К выживанию, но лишит жизни. О чем эта фраза? Выживем, но будем жить бедненько, образно. Следующее. Жизнь, смотрите, очень важная штука жирным выделила. Это пробовать, ощущать, развиваться и раскрывать свои возможности, чтобы инстинкт превратился в осознанную стратегию, чтобы мы могли принимать решения, ставить цели, быть эффективными и жить, а не выживать. Нужно подключить эмоциональный интеллект. Представляете, что всего нужно сделать-то? А где приходит вот эта связь? Эмоциональный интеллект появляется в точке, где инстинкт сталкивается с аналитикой. Интересненько, да? Когда мы интуитивно понимаем, что куда-то надо, мы должны что сделать? Посмотреть аналитику, и тогда там будет эмоциональный он возникнет. Итак, давайте посмотрим все-таки же эти стратегии. Итак, стратегия бежать. Хочется мобилизировать все свои ресурсы, силы. кажется, что нужно что-то делать, учить языки, проходить марафоны, работать сто раз больше, но здесь ловушка. Можно прибежать не туда, но еще и выдохнуться в пути. Есть такое? Есть такое. Глобальные цели остаются те же, что и были, поэтому важно чуть притормозить, сесть и подумать. Поэтому я сейчас всех руководителей призываю, ребят, не торопитесь, сядьте, проанализируйте, подумайте, увидьте, где эти ниши, где эти возможности, куда, куда бежать, куда людей направлять. Это очень-очень важно. Дальше. Какие у вас цели, задачи, идеи, какие сегодня есть ресурсы, чтобы начать реализовывать задуманное? Важно выстроить распоряд огня, быть дисциплинированным. Чтобы выровнять состояние, нужно делать базовые, доступные всем вещи, делать зарядку, медитировать, принимать холодный душ. Я вас умоляю, ребят, поработайте со своими людьми, объясните, что пока они начнут делать базовые вещи, они не выйдут с этого состояния. Поэтому эти практики помогают снизить уровень физического стресса до минимума, вытащить себя из него и выйти на оплата, в котором уже можно думать о развитии. Ребят, мы не сможем думать о развитии, пока мы находимся в состоянии гонки. Гонки и прибежать, понимаете? Нам очень важно это сейчас сделать. Вторая стратегия, которую... Ой! Стопаю! Назад, назад! Как сделать? Как сделать? Там не знаю. Тут не работает. Верни мне ее. Стратегия агрессии. Это опасный способ борьбы со стрессом. Бить обидчика, нападать, проявлять агрессию. Обидчикам выступают обстоятельства, но выливать агрессию на них бесполезно. Мы ничего не можем сделать с обстоятельствами. От бессилия мы начинаем выливать ее на близких людей, либо обращать в себя. Направить эмоции в нужное русло поможет профессионал. Ребят, у кого есть агрессия у ваших сотрудников, отправляйте их к психологам. Сейчас есть нормальные психологи, которые недорого, делают прекрасно расстановки, делают прекрасно работу и как раз помогают вашим сотрудникам выходить из этого. Итак, следующая, третья стратегия, это стратегия анабиоза. Она вот у нас преобладающая сейчас на рынке. Переждать, перейти энергосберегающий режим, замереть, это нормальная реакция, это тревога перед неизвестностью, может парализовать более эта стратегия, выгодно, чтобы выжить. Наш мозг всегда выберет путь наименьшего сопротивления, а в ситуации опасности начинает сохранять энергию на всякий случай. Поэтому у мозга своя выгода, а у личности свои цели. Вот их нужно разделить. Из анабиоза можно выйти, ребят. для начала нужно осознать, что вы в нем находитесь, почувствовать его на физическом уровне, и это ощущение в теле, ну, мы можем испытывать в теле эмоции, мысли. Когда мы это все обнаруживаем, мы можем потихонечку с собой начинать работать. Нужно аутотренингом, у меня все хорошо, с чего я решил, что у меня плохо. Начинаешь смотреть, разговаривать с собой, а так ли все плохо. И вдруг выясняется, что не так уж и плохо. И мы здоровы, и мы живы, и у нас все неплохо. Поэтому тут вот очень важная штука, и как раз приходит понимание, что все-то неплохо, и близки рядом, и вы в порядке, и вы в силах сделать хоть что-то, чтобы выйти из этого состояния. И тогда только я не знаю как. Давайте я потом вам скину это все. Сейчас, давайте дальше. Итак, три стратегии, которые есть. Мы уже узнали про них. Человеку невозможно поставить условия, в которых он был бы не способен реализовать свои самые высшие ценности. Представляете, ребят? Вот в любые условия, в какие бы человека вы не погрузили, он найдет способ выжить, ребят, и мы найдем. Поэтому, почему? Потому что люди умеют фантазировать. Наш мозг в состоянии придумывать любой мир, и в этом мире мы можем быть кем угодно. Поэтому, я считаю, что прям это ключевые штуки сегодня, потому что я вот работаю со своими сотрудниками в компании, я им объясняю, ребят, мы люди, рынок делают люди. А мы, это мы с вами. Поэтому мы сможем придумать, мы своими усилиями мозговыми можем сделать этот рынок другим. Но если мы будем сидеть и ждать и думать, что кто-то придет за нас это сделает, ничего не произойдет. Поэтому, я вот почему начала со трансформационной штуки с вами, да, поэтому мы не умеем этого сейчас, понимаете, вы все знаете, что мы чего-то не умеем, я чего-то не умею, мои руководители чего-то не умеют. Нам всем сейчас нужно будет учиться чему-то новому. поэтому это неизбежно, но вот тут очень важная штука. Мы замираем, потому что нам страшно и мы ждем, когда нас кто-нибудь спасет. Я вот своих учу так, чтобы жить, нужно в этот момент найти кого-то другого, кому еще хуже и спасать его. Это ключевая штука, ребят. Я вот сотрудникам показала эту схему и они представляете поняли, что оказывается спасать нужно наших клиентов. Ну образно. Разъяснять им, объяснять, много с ними разговаривать, спасать своих родных, потому что у них такой же страх, потому что наши-то приходят, с ними кто-то работает, им кто-то помогает, а кому-то еще хуже. Поэтому это очень хорошая схема, которая рабочая и помогает. Итак, давайте еще раз я эту картинку на прошлом выступлении показывала, но мы сейчас по-другому с ней немножко проработаем. С чем она у вас ассоциируется? Еще раз спрашиваю. катастрофа, корабль, кто еще с чем? С предыдущей работой, да, еще с чем? Путешествия, да, классно, когда такие ассоциации, классно, когда Титаник не приходит к голову, да. Итак, давайте посмотрим, для чего я кораблик это показываю, потому что вот у этого кораблика может к нему прилететь вот это, а это называется айсберги. Давайте вот сегодня вот я хочу просто поработать с этим. Мы там немножко начали на прошлом мастер-классе, но не доделали. Итак, айсберги это потенциальные угрозы бизнеса. Мы же про риски говорим, ну, наша тема сегодняшнего. Айсберги это как раз могут быть и риски, могут быть и другое быть. Поэтому они могут уничтожить бизнес или целую отрасль эти айсберги, которые вылетают сейчас. и они не видны невооруженным глазом. И согласны с этим? Айсберги это возможности. Айсберги это возможности. Итак, давайте посмотрим, как мы можем продиагностировать команду через фокусы. Чтобы поработать с айсбергами, мы должны продиагностировать команду через фокусы. Итак, мы должны нашу команду нагружать интересными задачами сейчас. Вот, трудными, сложными, интересными задачами. Если вы, как руководители, не будете нагружать своих сотрудников задачами, что у них произойдет? В какой они стратегии будут работать? Замираний. Да. Еще в какой? Выживать. Ну, и они будут агрессивными, да, потому что не будет, когда они замрут, посидят немножко в замирании, потом придет агрессия, и потом с ними невозможно будет работать. Поэтому нам нужны сложные задачи. Дальше. Нам сейчас нужно обучение. Обучение сотрудников. Потому что через обучение мы можем сделать большие-большие результаты. Обучение это такое вот прям окно возможностей. Вот многие недооценивают обучение, потому что все, что вы хотите, чтобы у вас было, вы можете через обучение сделать. И третье. Это поведение. Когда мы своим сотрудникам дали сложные задачи, мы показали, как эти задачи решать через, ну, мы их научили этому, и потом мы должны работать с поведением сотрудников. Вы согласны, что сейчас поведение сотрудников для нас важно? Потому что у нас новое поведение на рынке, правильно? Нам нужно вырабатывать это поведение. Поэтому мы должны ответить на несколько вопросов, а их три. Кто мы и где находимся? Куда мы и зачем мы идем? И как? Как действовать сейчас? Как вы думаете, эти вопросы изменились за многие годы? Я вот в управлении уже давно. Представляете, они такие же, как и были. Итак, я хочу вас познакомить сегодня с уникальным методом, который называется регата. Я вот все методы люблю всякие. Готовы? Так, что это за метод? Этот метод, он похож чуть-чуть на свот-анализ, но он немножко другой. Знаете, чем отличается регата от свот-анализа? Кто знаком со свот-анализом? Что в свот-анализе есть? Слабые, сильные угрозы, да? Регата это методика, если свот-анализ это факты, то есть факты, все, мы увидим факты и все, ничего с ними сделать не можем. То это методика, когда мы факты плохие можем перетащить в попутный ветер. Вот сейчас мы начали как раз с него. И давайте разберем. Итак, разберем четыре базовых пункта. Итак, попутный ветер. Это все, что помогает двигаться к цели, ресурсы, навыки, опыт, наличие миссии, видения, конкурентные преимущества и уже пройденные шаги. Если вы эту методику сейчас попробуете дома со своими компаниями сделать, вы поймете, вы там высвободите колоссальное количество энергии и пунктов, над которыми вы будете работать. Итак, это у нас попутный ветер. Теперь у нас есть еще встречный ветер. Встречный ветер это то, что отображает отсутствие ресурсов, навыков, умений, пока еще не идеальной коммуникации и бизнес-процессы. Все то, что мешает продвигаться к поставленным целям, но с чем можно и нужно работать. Вот это встречный ветер. Он как бы есть, но мы его еще не такой страшный. Есть боковое течение. Это то, что сносит и отклоняет от выбранного курса. Мы не можем это изменить, но можем, должны учитывать при планировании, брать поправку на этот снос. Сезонные явления, мировые тенденции и так далее. И самое страшное, что у нас тут есть, это шторм. Шторм это то, что уже происходит или может произойти. И есть признаки его приближения, как это отразится на нашей системе, насколько к нему готовы мы, как готовы конкуренты. Задача подготовить команду и корабль к действиям в штормовых условиях и дополнительно обучить членов команды освоить новые инструменты, навыки, технологии, привлечь специалистов, подготовить штормовые паруса. Итак, смотрите, какая фишка в этой методике? Все, что есть, кроме шторма, можно перетащить попутный ветер. Как вы думаете, каким способом? ну да, еще вдруг. Вот корабль уж точно менять направление нельзя. Как вы думаете, как можно сделать? А? То есть мы должны обернуть те факты встречного ветра, бокового течения в те возможности, которые мы можем использовать в сегодняшнем мире. Ну как? А? чтобы нам они помогали, потому что ну это реально сделать, да? Даже, я вам один такой секретик открою, со шторма мы можем перетянуть сюда, кроме, ну вот есть такие базовые вещи, на которые мы повлиять не можем, но есть в шторме те вещи, которые мы можем перетащить попутный ветер. Итак, как эту методику нужно отрабатывать? Вы со своими сотрудниками садитесь, выписываете его в начале вот сюда, попутный ветер, встречный ветер, боковое течение, шторм и так далее. После этого, что дальше происходит? Вы все объединяете, что получилось, потом расставляете, ну ставите цель и расставляете приоритеты, определяете наиболее эффективные шаги и распределяете зону ответственности между членами команды. Я вам чуть попозже покажу на примерике, как вот, допустим, можно это сделать. И получается у вас на основании этой работы план. План. Первое. Какие ресурсы, знания, навыки, технологии необходимы для переноса всех составляющих в попутный ветер? Определить, в чем заключается ответственность каждого и когда вы будете контролировать процесс развития? Вам нужно будет понять, какие ресурсы, определить ответственность и контроль процессов развития. Все, ну, как бы, все эти методики должны заканчиваться выстроенным планом. И смотрите, что интересная штука. Мы делали эту методику в компании нашей, и она очень классно, мне понравилась, как она начала работать. Вы следите за моим временем, да? А, еще у меня там самые вкусняшки, вы что, я не могу не дать их. Так, итак, ускоряюсь тогда, надо быстрее говорить, я все учусь медленнее, а тут все быстрее. Итак, едем дальше, давайте посмотрим точки роста. Вот, допустим, я вам просто покажу несколько примеров, чтобы вы понимали, как перетаскивать, чтобы было. Допустим, у нас депрессивное состояние сотрудников в связи с нестабильной ситуацией, это факт? Факт, все. Давайте посмотрим, какие действия мы можем осуществить. Мы можем осуществить индивидуальное планирование с каждым сотрудником, постановку новых целей и задач, воодушевлять и заряжать энергию команду, усилить командный дух, увеличение эффективности каждого агента. Можем эти действия делать? Можем. какие возможности нам это даст? Даст возможности увеличения мотивации сотрудников поднятия эмоционального и корпоративного духа. Если вы будете сейчас заниматься этой работой, вот эта возможность у вас появится. То есть у вас укрепятся связи в компании. Поэтому важная работа. Следующее, допустим, сокращение в компаниях. Есть такой факт? Сокращают компании Макдональд, всякие. Что мы можем? Прозвоны по разным резюме, рассылка, ведение соцсетей, раздача листовок около банков и других торговых центров, других организаций, мотивация сотрудников офисов на привлечения соискателей сферы влияния. То есть с этого, да? Что это нам даст? Привлечение новых сотрудников. Даст? Даст. Следующий, посмотрим. Большое количество мигрантов при появлении информации о поисках работы в разных группах пабликах. Есть такой факт? Кто уже с этим фактом работал? Отлично. смотрим. Мотивация сотрудников офиса на поиск этой информации, привлечение соискателей мигрантов. Что это даст? Увеличение количества сотрудников. Самый, знаете, интересный интерес, как факт того, что люди видят то, что это даст возможность увеличить количество людей. Они знают, что делать, но они не начинают это делать. Это самая сейчас беда бедой. Дальше. Повышенная ставка по ипотеке на вторичном рынке. Факт? Что это нам дает? Какие действия мы можем сделать? Мы должны поискрать какие-то акции, условия покупки тренды, процентные ставки, навык презентации поднять у своих сотрудников, навык переориентирования оттуда, со вторичного рынка, допустим, на новостройки, антикризисный скрипт, покупательскую базу мы должны посмотреть, пошерстить, позвонить, архив продавцов поднять, которые тоже готовы с нами продавать, экзамены по трендам провести, презентации от агентов послушать, провести мозговые штурмы, обратную связь по звонкам посмотреть, ректировки скриптов сейчас. Что это нам даст? увеличение продаж на первичном рынке до 25%. Возможности? Возможности. Ребят, все можно перевести в возможности, если смотреть немножко по-другому на это. Итак, еще один, несколько фактов вам покажу. Снижение комиссии от застройщиков. Есть такой факт? Окей. мы решили, что мы будем уделять повышенное внимание к застройщикам, которые платят свыше 4%. Ну вот мы их полюбим. Что это нам даст? Получение комиссии свыше 4%. Просто, да? Снижение покупательского спроса по ипотечным сделкам. Есть такой факт? Есть. Какие действия мы можем сделать? Мы можем сделать антикризисный скрипт, поиск по расклейке, генерировать своих продавцов, снижать цены объектам с продавцами, развитие новых ниш. Мы будем брать дорогие дома, участки, просто дома, продажи эксклюзивного договора. Мы будем работать над этим, сделать акцент на это. Упаковка объекта. Мы будем упаковывать еще лучше свои объекты для того, чтобы они продавались. Работа с горячими предложениями. То есть мы работаем с теплым, холодным, горячим продавцом. Мы все время ищем эти горячие предложения, чтобы они быстрее продавались. И контроль оферт. Мы можем контролировать оферты? То есть сколько агенты дали оферт покупателям, продавцам? Мы же можем, это же точка? Если мало дают оферт, это о чем говорит? Значит, цены плохие. Значит, что мы должны делать? Дальше снижать продавцов. Итак, что нам это может дать? Пополнение базы объектами, снижение цен от продавцов приведет к увеличению покупательской активности, потому что наш покупатель сейчас, он находится в апреле, а наш продавец находится в декабре. Это две параллельные вселенные сейчас. поэтому нам эти вселенные нужно помочь состыковать и тогда мы увеличим активность покупателей. Из-за этого то, что мы увеличим, увеличится чек за счет изменения рынка, мы там в новые ниши будем заходить, дома, участки и так далее. И увеличение денег, значит, мотивация агента тоже будет выше. Вот как это работает, ребята. Можно еще тут много чего проводить. Отток покупателей на вторичном рынке. Есть такой факт. Переориентация покупателей на уступки по семейной ипотеке, застройщиков, которые делают субсидии, покупка по господдержке, покупка по семейной ипотеке, покупка в хротажных поселках или ИП с господдержкой, траншевые платежи. Имеет факт место будет? Да, имеет. И это очень хорошая возможность для чего? Сохранение покупательского спроса путем предоставления выбора. И последнюю я, наверное, вам покажу. Потери инвесторов из-за неоправданных ожиданий. Есть такой факт? Есть. Переориентация с квартир на дома за счет разницы цен за квадратный метр и перспективы роста этого направления. Мы просто инвесторов переведем на другие объекты свои. Сохранение инвесторов, повышение их лояльности к компании и к агентам. Вот наши возможности. Ребят, их вот мы выписали, вы не поверите, сколько листов. И как вы думаете, когда вы поработали в таком направлении со своими сотрудниками, они грустить продолжили? У них сразу настроение, вот сразу, вот так переключилось. Им уже все, уже понятно куда делать, понимаете? Они что не понимают? Что будет? Не понимают. Как делать? Не понимают. Надо им показать эти возможности, куда можно пойти. Итак, быстро пробегусь. Итак, сейчас нам важна мотивация агента и планирование. Уже тут ребята говорили до меня, что нужно перепланировать сейчас всех агентов. Перепланировать, что цели другие. Немножко поговорить с ними. Еще раз уточнить, какие у них ценности, где у них вот это, где вот эти ниточки, которые беспокоят их, и вот как бы поработать с этим. Давайте я вам просто быстро покажу, как мы планируем, допустим, нашего агента. Я вот так сразу включу все, чтобы все было понятно, что будет. Ой, это вот. Сейчас, сейчас я уже заканчиваю. Значит, планирование агента. Допустим, план февраль. Мы разбиваем на работу с покупателем, на работу с продавцами, на заделы, которые есть у этого агента, на работу с новостройками, на работу с постоянными клиентами, на работу с VIP-клиентами, на работу с заявками, которые передает им компания, и, понятно, мы приходим к той цене, мы показываем, за счет чего агент может заработать. Это самое главное. И где? Где он может заработать? Есть у него клиенты-покупатели? Если вы видите, понимаете, что у него нет. Значит, генерировать надо. Ребят, не ждать, генерировать. Нет продавцов, значит, генерация должна продавцов быть. Искать продавцов. И эта задача сейчас ваша как руководитель. Короче, презентация моя будет. Тут вот много еще. Я не успела, видимо, 30 минут для меня мало. Вопросы? Так, моя книга. Давайте. Тренинг, реформам, бизнес-тур. И я. Все. Да. Вопрос Романа Вероновна, городогенцев. Да. Учитывая то, что количество сделок сейчас, ну, в принципе, возможно, скорее всего, сокращаться, смысл при этом увеличить его счетов? Получается, каждый агент будет получать все меньше и меньше денег. неправильный подход и неправильные думы. Объясняю. Это то, о чем Юля говорила. Если планировать не снизу, а сверху, ну, как бы, гланды не через оно место выдергивать, а сверху. То есть, когда мы планируем что-то, мы идем от чего? От запроса собственника. Правильно? Я хочу там, вот, вот такую, столько, чтобы моя компания приносила. Мы под этот запрос подтягиваем ресурсы. А сколько человек нам понадобится под эту задачу? А сколько нам нужно, там, объектов недвижимости под эту задачу? А сколько нам нужно покупателей? И если так, в такой парадигме думать и в такой парадигме проживать, тогда включается проактивность руководителей и проактивность агентов. Потому что они тогда вынуждены подтягивать ресурсы. Не ждать, пока они прилетят к ним, а подтягивать. И наша задача управленцев учить подтягивать ресурсы. Как генерировать покупателей? Как генерировать продавцов? Откуда их брать? Если я набираю сотрудников, 40 человек, допустим, я же отвечаю за них? Я же отвечаю за них? Отвечаю. Я гарантирую им доход? Вообще, я как руководитель гарантирую. Если вы не умеете гарантировать, значит, вы плохой руководитель. Потому что руководитель должен гарантировать доход. Он должен знать, как его агенты будут генерировать деньги. И, ну как, с чем они будут приходить. И он должен стать гарантом для своих агентов, чтобы у него были эти деньги. Точка. Ответила? Возьмите, купите мою книгу, там все есть. Вера Зайцева, Тольятти, Самара. Многие сейчас идут по пути отхода от специализации. Это мой личный вопрос. У меня была специализация в одном из моих агентств. Это элитная недвижимость, недвижимость класса Comfort+. На сегодняшний день многие идут по пути, что кроме своей специализации набирают сейчас вторички, новостройки, коммерческая, для того, чтобы расширить объем, да, то есть сделок в агентстве движимость. Как вы думаете, это путь правильный или в никуда? Смотрите, есть разные стратегии. У разных компаний они разные. Но я придерживаюсь такому, вот я всем всегда говорю, ребята, я не придерживаюсь одному методу какому-то. Мы работаем по всем методологиям. И это дает нам синергетический эффект методов. Мы работаем по Ганесяну, мы работаем по Димитриадису, мы работаем с покупателем, мы работаем по нашим методикам, мы работаем по сегментации, мы работаем, ну, понимаете, и этот синергетический как компот, он дает максимальное количество ну, как бы эффективность агентов, да, и финансов тоже. Поэтому я рекомендую сейчас смотреть тренды, ребят. Вот очень важно нам понимать, где все-таки деньги сейчас. Если изучать спрос, изучать объектовую базу, потому что я еще на старых выступлениях говорила о том, что часто так бывает у агентства недвижимости, спрос и объектовая база в разных вообще местах находятся. Спрос идет по одним объектам, а объекты они набирают почему-то по-другому, потому что удобно там. Рядом живут или еще что-то. Надо сейчас видеть, где деньги. Если вы видите, что деньги в новостройках, нужно что делать? Быстренько изучать это, понять, как туда клиента заводить на новостройку, что клиенту там интересно сейчас будет. Если вы видите, что в каком-то районе, в какой-то локации сейчас там максимальное количество спроса, надо туда идти, там зарабатывать деньги. Поэтому по моим управленческим мышлениям сегментированные агенты все равно зарабатывают больше. А знаете почему? Потому что им легче создать спрос. Вот у них есть линейка объектов договорных, им легко на эту линейку привести покупателя и отработать его. Вот самое важное отработать. Поэтому вот как-то так. Да. Вы как-то удерживаете агентов звезд? Или если не удерживаете, уходят ли они вообще у вас? Или сколько вы им вать, если они не уходили удерживать? Конечно, ну, мы не раскидываемся хорошими агентами, мы работаем над тем, чтобы наши агенты, кто-то говорил сегодня о том, что если агент выгорел, все, он должен этот, у нас другое немножко понимание. Мы стараемся расшаривать хотелки наших агентов, понимаете? И для этого же у нас программа целая есть, которая называется коуч сессии по планированию. Что это значит? Что мы с каждым агентом проговариваем. Если он вчера зарабатывал 5 миллионов, в следующем году мы понимаем, что он должен делать больше. И для этого мы будем работать не с цифрами, а с его целями, ценностями, что он хочет, что ему нужно, как мы можем как компания помочь ему для реализации этих целей. Конечно, этим способом нам удается удерживать хороших агентов, потому что они понимают, что компания им даст вот это с помощью ресурсов. Компания это мы поможем решить их вопросы. Поэтому вот такое удержание. Простое, но трудное и простое. Вот так. Вопросы? Давайте, еще у нас один спиктр. Хотел спросить, а какое среднее количество сделок на агента, если брать в среднем за прошлый год? За прошлый год 2,5-2,7. Вопросы? Спасибо, ребят. Спасибо, спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас еще один интересный спикер. Я нашел свою квартиру на Авито. Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве. Посмотрим квартиру на Авито. Давай. В новостройке. Тогда с отделкой. И балконом. И кухни. Побольше. Настраивайте удобные фильтры и ищите новостройки по вашим настройкам на Авито. Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве. КОНЕЦ 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 Криватулов Евгений основатель и генеральный директор агентства недвижимости Лето недвижимый Сочи. Как стать лидером на рынке недвижимости за пять лет? Стратегия развития успешной кампании и главные риски работы. Евгений. Добрый вечер. Скажите, кликер какой? Добрый вечер, дорогие коллеги. Рад вас приветствовать в нашем прекрасном теплом городе. Не знаю, был ли еще здесь спикер, коренной житель. Я в данном случае являюсь коренным жителем, еще представителем местного бизнеса. Меня зовут Евгений Криватулов, я генеральный директор, основатель компании Лето. По совместительству закончил замечательную программу, рекомендую всем, Сколковой Executive MBA в прошлом году. Мой опыт на рынке более 15 лет, экспертиза. Есть проекты, оконченные проекты в девелопменте, в редевелопменте. Каких-то серьезных таблеток вам от рисков, от турбулентной среды я, конечно, вам не предоставлю. Самые серьезные таблетки, я считаю, знаете, как говорят консультанты McKinsey, все самое лучшее находится внутри в компании. И при решении самых сложных вопросов они, конечно, бегут куда? В самый низ в компанию и ищут ответы на все вопросы. Я лишь с вами хочу поделиться своим опытом о двух важных вещах. Первое – это те драйверы, как мы считаем, с помощью которых мы заняли лидирующую позицию. И второе – это те риски, с которыми мы сталкивались. Немного о нас. Так, извините. Не работает кликер. Компании нашей 7 лет, агентство недвижимости. Мы, безусловные лидеры. У нас три офиса. Один офис в Адлерском районе, прекрасный офис. Два офиса в центре Сочи. У нас более 400 сотрудников, лучших сотрудников в городе Сочи. У нас в 10 раз выросла выручка за последние 5 лет. Каждую третью сделку при покупке новостройки совершают с нашей компанией. По статистике наших партнеров. У нас более 12 тысяч довольных покупателей, которые в 30% случаев покупают с нами повторно. У нас средний чек вырос до 20 миллионов рублей за сделку. Почему мы, безусловные лидеры рынка, что явилось драйверами этого роста? Я хотел бы с вами поделиться. Ну, первое, на что мы обращаем внимание, это, наверное, ближе мне, исходя из моего видения развития компании, это правильная шар-стратегия. Мы точно знаем, кто наш клиент внутри компании. Мы сделали в свое время ставку на людей, мы не ошиблись. Мы другие, нежели все. Знаете, как сказал Марлон Барандо в свое время, у того, кто идет своим путем, его сложно обогнать. Вот мы другие, мы решили абстрагироваться от конкурента в своей шар-стратегии и совершенно по-другому создали наш бизнес. Мы в свое время создали корпоративный обучающий центр, такой уникальный корпоративный обучающий центр для рынка всего побережья. У нас существует программа кадрового резерва управленческого звена, достаточно серьезная программа, которая дала свои плоды, и с помощью нее мы выросли в том числе и в количестве людей, и в качестве, и в прибыли, выручке и так далее. Существует программа привилегий сотрудников 3+, ну и мы создали, я это называю, культурной идентичностью лидеров рынка. Это очень важная штука, это мощный драйвер для роста любой крупной компании. Манифест нашей компании выглядит так, этот манифест целиком и полностью отражает нашу культурную идентичность, то, как мы видим наш бизнес, кто кто мы есть. Звучит он так, мы создаем и развиваем лучшую компанию в стране, которая дает возможность клиентам повышать качество жизни, получать удовольствие и выгоду от каждой покупки. Партнерам получать высокие финансовые результаты, выстраивать и поддерживать долгосрочные отношения с нами, создавая совместно современные стандарты ведения бизнеса. Сотрудникам наша компания позволяет достойно зарабатывать, разносторонне развиваться, становясь лучшей версией себя каждый день в команде единомышленников в рамках единых ценностей и культурного кода компании. Наше стремление к инновациям позволяет создавать условия к устойчивому развитию бизнеса. Это не просто слова, это наш культурный код. Объединяя людей, способных бросить вызов, добиваемся долгосрочных преимуществ в будущем. Мы, команда Лето, талантливые, яркие, энергичные люди, обладающие добросовестностью, честностью, энтузиазмом, открытостью, уважением, самокритичностью и ответственностью. Что такое манифест? Это кровь нашей компании, которой пропитано все. Этот манифест можно увидеть везде. От программы обучения, заканчивая вещами, связанными с маркетингом. Еще один из серьезных драйверов нашего роста, я считаю, это всестороннее развитие на сотрудников. Вообще упор на сотрудников – это важнейшая составляющая развития любой компании. Замечательная фраза. Сколько бы сил и средств не уложили в обучение, это слегка окупится в будущем. Мы на собственном опыте испытали это и получили действительно достойные дивиденды. Мы проводим различные конференции в рамках внутренней программы «Лета Тим Бизнес Толк». Приглашаем различных спикеров. Тех спикеров, которых слушал я в свое время, Сколково. Очень интересные получаются программы. Действительно позволяют нашим сотрудникам разносторонне развиваться. Наши сотрудники – это унифицированные модели, это разносторонние развитые личности, с которыми комфортно, удобно общаться и делать сделки, взаимодействовать вообще. Это очень важная составляющая. У нас существует программа непрерывного обучения. В рамках этой программы существует авторский курс. Мы вообще, наверное, первые, возможно, в краю включили всю нашу базу знаний. Мы ее собрали, опять же, возвращаясь к консультантам McKinsey, у них есть такое понятие, как пылесос. Мы собрали всю важную информацию, которую необходимо доносить до новых сотрудников. Мы загрузили ее в одно известное IT-решение под названием LMS. Это где-то было года три назад. И с помощью этого каждому сотруднику в необходимой мере доставляем знания о нашей компании, о нашем бизнесе. Это позволило нам в три раза сократить текучесть кадров. Вся эта программа всестороннего развития сотрудников. И для меня, как для собственника, особенно приятно уменьшиться срок выхода на первую сделку с 46 до 24 дней. Еще один драйвер серьезный, я считаю. Мы смогли подружить маркетинг и сейлзов. Это очень важная штука, которая драйвит любую компанию. Нам удалось выстроить взаимодействие и оперативную связь по тестированию гипотез и внедрению инноваций. В работу нашей компании. Это важная штука, ведь без инноваций, без IT-решений в сегодняшнем дне достигать высоких результатов или обгонять кого-либо невозможно. Еще одним драйвером роста явилось развитие команды управленцев. Мы прекрасно понимаем, что наша команда управленцев не только генерит, принимает, но еще и управляет изменениями в компаниях. Это достаточно осознанные, самостоятельные личности. И мы сделали ставку на это. Также взаимоотношения и коммуникации вверху пирамиды ценностей внутри компании, в особенности в управленческой верхушке. Одним из серьезных драйверов явилась правильно выбранная модель управления компанией. Вообще сложно выбрать то, чего не знаешь. И мне в этом плане помогло в свое время обучение в Сколково. Мы проходили модуль, где он назывался «Стратегический менеджмент». Вел его замечательный человек, звали его Кит Гудал. Вот несколько моделей разбирали. Одна из моделей откликнулась мне в душе, и мы ее приняли. И она дала такие поразительные результаты. Мы прекрасно понимаем, что из нашего советского прошлого остались иерархические формы управления системы. Они не то, чтобы не работают, работают слабо. Знаете, как заржавевший механизм. Естественно, директивность в них убивает эффективность и инициативы возникающие. Мы как компания, я в частности, как владелец, как инициатор, используем более плоскую модель управления. Мы эту иерархию сплющили. Так информация с рынка течет гораздо быстрее до центров принятия решения. Это раз. Информация между отделами компании перетекает гораздо быстрее и эффективнее. И самое главное решение, которое в иерархической системе управленцами принимаются как неверные, несовременные, иногда и глупые, принимается гораздо эффективнее и легче. Потому что информация быстрее доходит в центре принятия решения. Мы делегировали эти полномочия. Я делегировал полномочия и получил от этого, назовем так, серьезный эффект. Вот такие драйверы роста в нашей компании основной. Это то, с помощью чего мы добились таких результатов за столь короткий период времени. Теперь много о рисках. Те риски, с которыми мы сталкивались и, скорее всего, будем сталкиваться в будущем. Я хотел бы с вами поделиться. Я их разделил на три группы. Первая группа рисков – это риски в нормальной, стандартной, стабильной среде, когда все хорошо, мы сидим, у нас есть денежный поток, есть дельта, которые собственники поймут меня. Есть риски в турбулентной среде, когда везде хаос, не знаем, что делать, возникает кассовый разрыв и так далее. И риски, которые лично цепляют меня, хотя бы с вами поделиться. Я думаю, не найдут отлик у вас в душе, у каждого. Риски на стабильном рынке. Первый риск – это отсутствие внутренней культуры. Культура – это серьезнейший механизм движения любой компании. Если хотите, компания – это двигатель, а культура – это машинное масло. Культура влияет на наших сотрудников. А сотрудники наши, как известно, это посланники бренда на рынке во внешней среде. Чем сильнее культура, чем прочнее она в себя вбила понятие «мы лидеры рынка», тем сильнее бренд на рынке. Это факт. Тут же к рискам я бы отнес стабильной среде – это низкие темпы цифровизации компании. Это один из серьезнейших рисков. Нужно понимать, идти в ногу со временем, заглядывать в будущее. Сюда же бы я отнес риск, он коррелирует с этим риском. Это власть IT-индустрии и повышающийся уровень цифровой культуры населения. Это наши с вами риски. Один из серьезных рисков, он откликается постоянно. У меня, я думаю, у многих из вас – это мягкое сопротивление изменения внутри компании. Представим себе ситуацию, когда лидеры ближайшего окружения перелезли через высокую стену. Пару-тройку человек еще висит на этой стене, пытаются перелезть. Сзади стоят те, которые говорят, нет, власть там впереди сложно, там неинтересно, давай обратно. Это и есть мягкое сопротивление. С этим мы, как люди, занимающиеся управлением, должны правильно бороться. Не директивными методами, а другими. Еще один риск – это, естественно, сохранение операционной эффективности без нее никуда. При должном уровне инвестиции в маркетинг, HR и развитие компании. У всех включается соблазн где-нибудь на чем-нибудь сэкономить или наоборот включить, знаете, как открыть кран и включить этот денежный поток для того, чтобы закрыть какое-то направление. Я уверен, что каждый из вас знает, что нужно вашей компании для того, чтобы стать номер один. Но не всегда это позволяет бюджет. И тут нужно умело, умело оперируя этим рычагом, сохраняя операционную эффективность, выйти на должный уровень развития компании. Это серьезный риск, о котором нужно думать. К рискам я отнес еще риски, связанные с масштабированием компании. Мы прошли это на своем опыте и проходим. Я бы сюда отнес экспоненциальный рост новых сотрудников. Этот рост размывает экспертность компании. Когда на 100 приходящих новых человек у вас лишь 10 сотрудников КСТК, естественно, уровень квалификации, профессионализма ваших сотрудников падает. И здесь нужно понимать, где вы можете и чем, и кому помочь. И насколько вы готовы принять определенный объем сотрудников. Насколько они вам нужны. Мы иногда задаемся вопросом, а стоит ли нам принимать какую-то звезду из соседней компании, к примеру. Мое, допустим, мнение об этом таково. Не знаю, разделите вы его со мной или нет. Звездный сотрудник успешен в контексте данной организации. Его успехи – это его связи внутри компании. Его успехи – это бизнес-процессы внутри компании. И зачастую так оно и есть, когда сотрудник переходит из одной компании в другую, с каким-то опытом, с какими-то результатами. Он мало раскрывается. Он слабо раскрывается в другой компании. Поэтому экспоненциальный рост, привлечение и, назовем так, успех компании, он в меньшей степени зависит от звездных приобретений на рынке. И мы здесь должны прекрасно понимать риски при принятии решений. Еще один риск, связанный с масштабированием – это такая темная сторона внутренней конкуренции – это каннибализм. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Когда внутри начинают конкурировать, это все выливается в низкую операционную эффективность. Естественно, риски, связанные с масштабированием – это риски отсутствия должного кадрового управленческого резерва. Мы должны об этом думать, компания развивается, должна расширяться управленческая команда. И желательно, опять же, это мое мнение, я не спорю ни с кем, желательно, чтобы эти кадры взращивались внутри компании. Тогда они будут нести вот этот культурный код в массы всего коллектива. Если мы поговорим о рисках в турбулентной среде, я бы выделил несколько таких. Ну, первое – это колебания самого рынка. Здесь, конечно, у каждого лидера должна быть прививка хладнокровия. Здесь каждый лидер должен уметь переходить от кооперативной к директивной модели поведения. Иногда лидер должен уметь взять ситуацию под контроль, когда он слишком мягкий. Также следующий риск – это сохранение коллектива. Вспоминается мне ситуация пандемии. Был локдаун в городе Сочи, я думаю, о многих городах он был. Мы столкнулись с проблемой резкого снижения денежного потока, клиентов меньше стало на рынке. И опять же появились соблазны сократить штат, сократить фонд оплаты труда. Но слава богу мы удержались, ведь наши сотрудники, наш персонал, наш коллектив – это горка белого песочка, и по малым крупиночкам мы его собираем. И тут самое важное – этот коллектив сохранить, сохранить зарплаты, что у нас и получилось по итогу. Мы заняли брокеров, кстати, в этот период мы научились дистанционно продавать. Мы, получается, в первый месяц вышли в ноль по результатам компании за счет дистанционных сделок. Продавали, кстати, много и в Краснодаре, и в Крыму последствий. В общем, в этом риске самое главное – это сохранить зарплату, сохранить сотрудников, сохранить загрузку брокеров. Итог какой? Нам это позволило в свое время, после того, как город открылся, в апреле месяце, увеличить выручку по сравнению с предыдущим годом в 7,5 раз. За счет сохранения коллектива, за счет того, что коллектив поверил в компанию, коллектив доверял компании, коллектив видел, что я и команда управленцев ставили свои интересы гораздо ниже, нежели интересы сохранения коллектива. Да, где-то мы сужали наши ремешки, но это относилось к нам, а не к коллективу. Это очень важная штука – сохранение коллектива. Коллектив это чувствует, и он платит обратным впоследствии. И когда вы становитесь на эту волну, знаете, как серфер становится, вы начинаете лететь, если у вас коллектив сохранился. Повальное сокращение расходов – это тоже один из серьезных рисков. Зачастую мы, пытаясь найти, где мы можем сэкономить, режем маркетинговые бюджеты, режем ФОД, возвращаясь, режем HR и другие направления. Ни в коем случае этого делать нельзя, лучше сэкономить на себе. Это слегка окупится в будущем. Один из немаловажных рисков в турбулетной среде – это отсутствие единения в коллективе. Мы прекрасно понимаем, что ничего так не объединяет сильнее, как общий враг, общие проблемы. И здесь для решения этих проблем единство – оно важно. Это нам помогло в свое время. Позволило решить ряд различных проблем. Опять же, возвращаясь к пандемии, начиная от зум-конференции, заканчивая дистанционных сделок, обучение сотрудников и так далее этим вещам. Сплоченный коллектив решает сложные проблемы гораздо быстрее, гораздо эффективнее и менее затратнее. Но еще одна проблема – это риск для компании. Я назвал эту проблему «спрятавшийся лидер». Когда город закрыт, сотрудники не знают, что делать, они в растерянности. Быть рядом с людьми, вселять надежду и уверенность в завтрашнем дне – это основная обязанность человека, принимающего решения. Будь то руководитель компании, руководитель отдела и так далее, так далее. Важнее себя составляющее. Ну и следующие риски – это риски, которые лично меня цепляют. Хотел бы с вами ими поделиться. Такая звучит как крамола. Я самый большой риск для компании. Я как владелец, как генеральный директор, как управляющий собственник, как руководитель отдела, не важно, как лицо, принимающее решение. А самая большая проблема для компании – это мой личный опыт, моя затуренность и закрытость к новому опыту. Поверьте, это самый серьезный риск. И здесь важно, конечно, чтобы каждый управленец обладал возможностью быть открытым к новому опыту. Был более сознательно и ответственным в этом, что ли. Он обладал определенной экстраверсией, обладал определенными социальными навыками. Социальные навыки – это некое комфортное общение с коллективом, иногда даже в сложной среде, в сложесоставной среде, в турбулентной среде. Присутствие, само собой, это must-have, присутствие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект в коллективе решает все. Эмоциональный интеллект делает лидера. Следующий риск – это неверно выбранная управленческая модель поведения. Мы прекрасно понимаем, что директивность порождает отсутствие культуры инициатив и культуры принятия ошибок. Культура принятия ошибок – важнейшая составляющая достижения результата и поиска новых идей для развития бизнеса. Кооперативность же, наоборот, порождает снижение исполнительской дисциплины. Что важно здесь? Для любого управленца, для владельца, для лидера важно уметь переключаться. От директивной модели поведения к более кооперативной, в зависимости от ситуации. Если ситуация требует взять ситуацию под контроль, вы должны быть более директивны, в местной форме. Или, наоборот, более кооперативны. Вы знаете, мне вспоминаются наши периодические собрания, у нас во вторник проходит собрание руководителей. Решается много разных вопросов и так далее. И я заметил положительные изменения после того, как я стал выключаться из этого обсуждения. Групповая динамика показала, что как только я сажусь во главу стола, как только я оцениваю чьи-либо предложения, все ответственность уходит. Включается лидер, включается папа и все остальные говорят, возьми эту ответственность на себя и решай сам. И важно уметь в этом случае, ну, наверное, важно уметь управленцу, лидеру отойти в стороночку и дать возможность группе умных, адекватных, ориентированных на компанию людей, желающих что-то изменить. Сделать это, отойти в сторонку. Вот это умение приключаться, директивность и кооперативность, важнейшее умение, это серьезный риск для компании. Поэтому неверная модель управленческого поведения, о ней нужно думать. Вы знаете, критическое мышление в этом плане тоже важно относительно себя, рефлексия по этому поводу. Без этого никуда для развивающейся компании, для сильной компании. Ну и последний риск, он такой очень серьезный, он тоже очень глубокий. Я его назвал риск отсутствия ресурсного состояния, тоже исходя из моего личного опыта. Мы прекрасно понимаем, что лидер, человек, за которым мы идут, тот, кто развивает компанию, управляет отделом и так далее, находящийся на какой-то, неважно, в какой части компании, ответственный за какое-то количество людей, он должен быть всегда бодрый, всегда активный, всегда с ясностью ума. И Москва в этом случае, это, конечно, физические нагрузки для поддержания определенного состояния, тонуса тела и так далее. Второе, конечно, переключение видов деятельности во время отдыха, чтобы разгружать себя, стресс, чтобы уходить, усталость и так далее. Регулярное ТО, как сказал один известный врач в Москве, он говорит, Евгений, наше тело, это, представьте себе, что это двигатель, вы же проводите регулярное ТО. И с телом точно так же нужно, для того, чтобы вот это ресурсное состояние вас наполняло всегда. Сюда и входят различные чекапы, курсы витаминов, все это нужно для борьбы с усталостью, с хорошим настроением. Это штука, которая, знаете, как она мне сказала, Евгений, вы полетите, это факт. Это помогает стать лучше не только вам, но и компании. Вы же тянете всех, как локомотив. С усталостью, с плохим настроением все это поможет поворотиться. Ну и последнее, наверное, тоже, знаете, исходя из моего опыта, из моей практики, это больше кислорода в ваших помещениях, поменьше СО2. Мы поставили газоанализаторы внутри, в компании, в кабинетах. Я у себя в кабинете начал замечать, что вообще на улице количество углекислого газа в единицах 460. Как только уровень углекислого газа приближался к 900-1100, когнитивные способности умножились на ноль. Ты практически не мог быть эффективным. Вот моя практика. И если этот уровень снижался ближе туда 600-700 единиц, вы даже вечером 7-8 часов вечера, когда остаются какие-то нерешенные вопросы, вы ясно мыслите. У вас нормальная когнитивная способность, вы не уставшие, вы не зеваете. Даже сейчас мы чувствуем некое состояние утомленности. Поверьте мне, если сюда принести этот анализатор, счетчик здесь будет показывать как минимум 1000-1100 единиц углекислого газа. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши сотрудники работали эффективно, если вы хотите сами работать эффективно с точки зрения когнитивных способностей, думайте о том, чем вы дышите. Углекислый газ нас просто убивает. Вот такие риски. Я не знаю, наверное, что-то новое я для вас сказал. Мне просто хотелось поделиться опытом. Надеюсь, вам было интересно. Ну а что касается нашей компании, одного из направлений наших, наша компания всегда открыта к новому опыту. Мы разворачиваемся к любому партнерству. Если у вас возникнет желание повзаимодействовать, мы с удовольствием и открыты. Тем более, если это взаимодействие принесет какие-то плоды. Я для вас специально карточку своего заместителя сюда вставил. Зовут ее Алина Балачева. Крайне дружелюбная, общительная, открытая девушка. Вы можете с ней пообщаться на предмет партнерского взаимоотношения. И, я думаю, выстроить какие-то интересные программы. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, Евгений. Есть вопросы? О, коллеги. Вопросы. Сейчас. Бегу, бегу. Спасибо. Меня зовут Нуря, агентство недвижимости «Эксперт», УФА. Вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, вот в вашей структуре компании, какая иерархия? При ее отсутствии, вот какой путь от агента до генерального директора? И при сплющивании, как вы сказали, какие звенья были исключены? Вы знаете, совсем без какой-либо иерархии нельзя в нашей стране. Вы знаете, у меня был пример, опять же, мы его обсуждали, пример одной из компаний зарубежных, где иерархия такая, что она перевернутая. Это сложно понять, на самом деле, где генеральный директор был настолько доступен, настолько в разные процессы включался, что там уровень осознанности сотрудников, уровень культуры другой немножко. Если мы говорим о нашей компании, мы эту иерархию сплюснули. Для чего? Для того, чтобы я или другие лица, принимающие решения, гораздо быстрее и качественнее получали информацию с рынка. Вот. И в этом мы нашли, назовем так, вот этот грааль для нас. Какие звенья мы исключили? Мы практически ничего не исключили. В рамках этой программы сплющивания, сделали более плоской структуру, мы начали проводить встречи с сотрудниками, генерального директора с сотрудниками, заместителя генерального директора с сотрудниками, когда идут, назовем так, диалоги, и решаются, ну, идет информация напрямую от сотрудника непосредственно к генеральному директору. Вот. Эта информация, еще раз говорю, доходит гораздо быстрее, и решение получается гораздо качественнее и эффективнее. Я ответил на ваш вопрос или, может быть... Это частная, это постоянная основа? Конечно, это постоянная основа. Более того, я стараюсь по некоторым вопросам специально абстрагироваться и дать волю, возможность людям принимать решения на ступенечку ниже, на уровне руководителей, зама, генерального директора и так далее, для того, чтобы они не отдали эту ответственность впоследствии мне обратно. Руководители департамента в данном случае, они по большинству вопросов принимают самостоятельные решения. Я не то, чтобы не участвую в компании, я присутствую, моя роль более координационная. Мои решения, я могу сказать крамолу, мои мысли могут не соответствовать времени и реальности, понимаете? Потому что я не способен всю информацию с рынка получить, как человек. Если у меня работает порядка 18 руководителей по разным направлениям, их мощность процессора совокупная гораздо выше. Они способны больше информации обработать, более качественно дать решения. Здесь вопрос связан еще с культурой принятия ошибок. Я понимаю, что много ошибок идет, я это тоже понимаю. Но наш большой механизм для этого маленького рынка города Сочи двигается очень быстро с помощью этой структуры. Меня зовут Роман, компания Аквардсервис, город Омск. У вас такой классный манифест, такой интеллигентный, положительный, мне очень понравился. Но вот ходят слухи, что в рынке недвижимости Сочи основная технология работает через так называемые фонари. И вот к вам вопрос. Используете ли вы эту технологию, все ли объекты, которые у вас представлены в рекламе для покупателей, соответствуют реальной цены тому, что представлено? И если не соответствует, как вы считаете, экологична ли эта технология или нет? Пользуетесь вы этим или нет? Вы знаете, я сам лично начинал свой путь с рядового брокера. И сам когда-то пользовался маркетинговыми технологиями на то время с занижением стоимости, с поиском лучшей квартиры в доме, с минимальной стоимостью, предложением лучшего варианта. А буквально недавно, неделю назад был в Москве, смотрел один объект для себя, открываю ЦИАН, набираю, да, да, есть квартира, да, есть. Потом ее забронировали, ее нету, давайте выше посмотрим, и там ценник дошел уже до такого предела. Я против. Если бы была у меня возможность отрегулировать рынок, я бы сделал так, чтобы не было фонарей. Я бы дал равные возможности для этого рынка. Я против этого. В этом реальность какая? Мы в компании, у нас в компании самое плохое число для бизнеса нашего один. Один источник рекламы это либо там классифайды, либо там лидогенерация, либо еще что-то, это всегда плохо. Мы диверсифицировали, и в рамках этой диверсификации, для того, чтобы уйти от этих рисков, от этого тянущего вниз болота с классифайдами, мы развили собственную систему лидогенерации. Она сложно составная и так далее. Это серьезная работа с большим бюджетом. Понимаете? И мы стараемся найти покупателей, этих покупателей привезти. Не все у нас получается, не все идеально. Но мы пропагандируем, нельзя обманывать людей. Я против обмана. Лично. Что касается технологии, технология очень простая. Если мы сейчас выключимся из рынка и объявим, вот мы сейчас, как у нас 400 человек, начнем публиковать исключительно верные цены. Что произойдет? Снижение количества звонков и так далее, и так далее. Мы прекрасно понимаем. Мы стараемся. Есть в этой ситуации самое одно, когда народ, ему плевать, и они начинают то, что продается за 20 миллионов, выставлять за 2. Ну это откровенный обман и так далее. Я лично, иногда, общаясь с сотрудниками, рекомендую, ребята, вы же можете в объекте найти самое недорогое предложение, выставить его в рекламу, понимая какой там может быть дисконт, еще чем-то пожертвовать, пообщавшись с застройщиком, и дать какое-то предложение ниже рынка. И потом поработать с ним на повышение, сделать апсейл. Понимаете, о чем я, да? И в этом случае будет, выражаясь языком маркетинга, будет товар-локомотив. Знаете, как Макдональдс продает, да? Знакомы, да, с этой историей? Макдональдс вообще лучшие маркетологи в мире. Поэтому я против обмана. Это очень, знаете, как это в итоге разъедает вот эту внутреннюю культуру. Мы стараемся от этого избавиться, мы стараемся искать различные возможности. У нас это получается, но не всегда. И у каждой компании есть свои вот эти вот нюансы. Спасибо. Спасибо большое за выступление. Кирилл Леусенко, компания ЯКС Краснодар. Вопрос по IT. Вы говорили о том, что это важная составляющая. Большой упор, естественно, сколковый, про HR. Что вы даете за IT-сервисы для своих агентов? И второй вопрос. Ну, сколько этот штат у вас сотрудников? Какие-то, ну, хотя бы примерно 10 человек, 20, 40? Если бы у меня был неограниченный бюджет, я бы назвался Сбером. Звали бы меня товарищ Греф, да. У меня было бы 150 тысяч айтишников в команде. Вообще история с этими упражнениями, каждый новый вызов для нас это упражнение серьезно. Началось еще лет 5-6 назад. У нас разрабатывалось собственное приложение, мы разрабатывали собственный дашборд управленческий. Кстати, уникальная штука, которая позволила нам сэкономить много денег и замотивировать сотрудников. Мы до сих пор продолжаем это делать. Допилят версии 3.0, версии 4.0, ЛМС, ЦРМ и так далее, так далее, так далее. Мы этим занимаемся. Касательно определенных уникальных вещей, про которые я могу вам сказать, да, как... Мы сейчас работаем над платформой, над платформатизацией бизнеса. Подробнее, это более коммерческая тайна. Есть понятие платформ. Платформа, понятно вам, что такое, да? Есть понятие пользователей. Вот основная задача, к примеру, соцсетей, была инстаграм, есть инстаграм соцсети, до этого были какие-то другие сети. Основная задача, чтобы, знаете, как есть такой эффект, пингвины на льдине. Вот их много на одной льдине. Как только один переходит на одну льдину, второй переходит, третий, превышает критическую массу, и все пингвины переместились на эту льдину. Наша задача создать такую платформу, не могу вам рассказывать по определенным причинам, да, чтобы большое количество пингвинов, и вы даже не поймете, кто это пингвин, это не сотрудники, переместилось на эту льдину. Вот такие IT-проекты у нас. Продолжается работа над внутренней платформой, кто-то называет базой, у нас-то были сложный составной механизм, включающий в себя и мотивацию, и так далее, и так далее, и так далее. Просто вопрос, вы все-таки остались в сохранении своей разработки, или все-таки ушли в эту сферу, например, о чем-то? Конечно, спасибо, да, спасибо за вопрос, да, действительно, это такой сложный вопрос, все зависит от бюджета и задачи. Вот, если мы хотим решить сложную задачу, мы нанимаем сторонних специалистов, да, на аутсерсинг. Мы обращаемся к компаниям, они делают свою работу качественно. Если я хочу получить качественный продукт, я должен заплатить за него. И это должны делать профессионалы. У меня были в штате айтишники, программисты на коде. Если бы вам показал, что они мне написали лет пять назад, вы бы улыбнулись. Я на это потратил практически столько же денег, сколько мне надо было нормальным ребятам это отдать, которые работают с этим каждый день и получить качественный продукт. Понимаете? Но мы не IT-компания, мы про отношения, мы про людей. А IT, цифровизация, это как инструментарий. И вот эти риски связаны с IT-индустрией, с властью, классифайдов. Эти все риски мы учитываем. Но для компании же какой самый главный ресурс? Это даже не клиенты, это сами сотрудники. А сотрудники уже управляют взаимоотношениями с клиентами. Поэтому мы не совсем не пройти, а IT как инструмент. Да. Спасибо. Коллеги, спасибо большое, что были с нами сегодня. Да, мы приглашаем вас на московский жилконгресс. И вам успехов, удачи. Всем хорошего вечера. Спасибо. Я нашел свою квартиру на Авито. Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве. Посмотрим квартиру на Авито. Давай. В новостройке. Тогда с отделкой. И балконом. И кухней. Побольше. Настраивайте удобные фильтры и ищите новостройки по вашим настройкам. На Авито. Самый большой выбор объявлений о продаже квартир в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...